Этот выпуск сделан при поддержке клуба «Эволюция кода» – место, где программирование встречается с искусственным интеллектом. Жду тебя там и приятного просмотра ролика. Короче, там можно с ума сойти. Ты можешь на ангуляре написать очень плавное, очень классное приложение. Воспользуешься ли ты этой возможностью? Бегущая строка в браузере. Айтишечка надо. Привет, Дима. Здравствуй, Лекс. Мы с тобой сегодня будем разговаривать про ангуляр. Ей, круто. Третий раз на канале Айти Борода. Но я думаю, первый раз основательно. Хорошо, давай попробуем. Давай я попробую тебя представить. Давай. Я в LinkedIn у тебя нашел, что ты экс-лид фронт-энд девелопер в компании Broadcom Incorporated. Есть такое, был. Это, ну, экс, соответственно. Да, да. Это вот Broadcom, это вот тот самый Broadcom, который делает платы всякие, чипы. Да, именно они. У меня этот вопрос сразу был. Откуда там фронт-энд-то? Фронт-энд, ну, не для компиляторов, а фронт-энд. Да, так получилось, что фронт-энда там, как ты и сказал, действительно не особо много было. Потому что, когда я туда пришел, мне обещали, что там будет немножко ангуляра, а по итогу фронт-энд писался на Java. Попутали немножко, не Java, JavaScript. Ну, бывает, да. Вот. И я начал писать на Java и фронт-энд. Это был фронт-энд, ой, фронт-энд, фреймворк Wadin называется. Я думаю, джависты многие знают об этом. И я начал как бы постигать Java. И потом проект закрыли. Ну, и то, что закрыли, мне перевели в другой проект, который был на C-Sharp. Нормально ангулярщика наняли, я считаю, да? Вот так ангулярщиков надо... Так их и надо, да. Вот. И по итогу я только начал тоже постигать C-Sharp. И опять проект прикрыли и перевели меня уже на другой, где был React. Вот ты уже ближе. Тут уже было повеселее, это хотя бы JavaScript. И я как-то уже более-менее ориентировался в этом. Да и с React там немножко опыта было. То есть там уже было повеселее. Но мне, скажем так, работа в большой корпорации не зашла. А Broadcom это прям здоровенная компания. Ну, да, да. Это огромная корпорация со всеми вытекающими, собственно. И это мне не понравилось. Я дождался, когда я получил Broadcom-овские стоки, акции. Ну, кстати, то, что они за год тебе акции насыпали, это прям... Это классно. То есть в плане, в финансовом плане они не обидели. Вот. И сразу, как только я получил акции, я такой, типа, до свидания. Слушай, а чипы ты там видел эти или нет? Нет, нет. У нас был проект посвящен автоматизации. Что-то типа Azure, как вот у Майкрософта есть. Вот мы пилили, короче, что-то свое. Вот. И, собственно, оно не взлетело. Короче, Broadcom бывает разный. Он бывает очень разный, да. Хорошо. Кроме этого, кроме этого, я себе обозначил, что ты... Ну, я себе написал, что ты JavaScript-тренер. Ну... Правильнее Angular-тренер или вообще не тренер? Скорее всего, больше Angular. Инструктор. Инструктор по Angular, можно так сказать. Но в основном я занимаюсь созданием контента о Angular. А тренинги я провожу, ну, по стойку-поскольку я не сильно... Ну, чтобы создавать контент по Angular, надо в Angular разбираться или нет? Ну, желательно. Ну, некоторые представители блога сферы могли бы поспорить, конечно. Ну, да. Вот. Ну, можно сказать, да, что тренер по Angular, потому что я специализируюсь в основном по Angular. То есть, это главное... Ну, короче, курсы ты тоже делаешь по Angular. И контент, и платный, и бесплатный. Да. Автор канала Decoded Frontend. Англоязычный канал. Так что подписывайтесь. Ссылка будет в описании, если Angular вам интересен, на английский хотите прокачать. Я вот с удовольствием смотрю. Теперь надо дать понять, что ты не просто там курсы делаешь. Да. Я, когда ты мне написал, когда нас свели, я такой, блин, думаю, ну, стопудово курсодел. Ну, как проверить, что курсодел, что не скам, вот это вот... Все, не какой-то чел с горы. Да, 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 который будет гроблить. И я полез, короче, смотреть тебя, и оказалось, что ты в одной ипостаси Google Developer Expert из Angular, for Angular, и еще и Microsoft Most Variable Professional. У меня были и те, и те на выпусках, но, по-моему, у меня не было, чтобы сразу и там, и там. Ну, вот время пришло смерджить. Расскажи подробнее, как ты попал в эти программы от Google и Microsoft, и с чем ты туда попал. Хорошо. В общем, думаю, начать стоит примерно с описания, что это значит, если кто-то не в курсе. Это не работа в Google, не работа в Microsoft, и это не какая-то сертификация официальная, как многие думают. Это, скажем так, когда ты производишь какой-то контент, продвигаешь там технологию, например, Google, Angular в моем случае, то если ты вносишь какое-то значимое влияние на комьюнити, то Angular ты можешь номинироваться на вот этот тайтл Google Developer Expert. Это отчасти как бы и валидация знаний, но в основном это о том, какое твое влияние на комьюнити через создание контента, через публичные какие-то выступления. Ты говоришь, будто бы это что-то незначительное, так-то вас там буквально несколько тысяч человек. Ну, если GDE по Angular, то там около 200. Привет, друзья! Сталкивались ли вы с блокировкой вашего API-шника при тестировании приложения, когда внешний API блокирует вас, потому что вы превысили рейт-лимиты? Было ли у вас такое, что вы не можете использовать часть функционала либо функционал полностью, потому что вы находитесь в неподдерживаемом регионе? А может, вы просто не хотите, чтобы ваш браузер передавал лишние данные и хотите полностью контролировать то, как вас видят сайты, которые вы посещаете? Обычным VPN или приватными вкладками тут, к сожалению, не обойтись. Нужно разрабатывать свой веб-клиент со всеми нужными настройками, либо и вовсе не ходить в интернет. Но, как вы догадались, есть более простой способ. Использовать анти-детект браузер. Это такой особый браузер, в котором можно преднастроить профиль вашей сессии, используя нужные прокси-сервера для того, чтобы сайт, на который вы заходите, видели то, что вам нужно. И не больше. Как раз о таком браузере я вам сегодня и расскажу. GoLogin. И да, это не язык программирования, если вы вдруг перепутали. Хотя в логотипе у них есть что-то похожее. Частый кейс использования в моей практике. Например, вам нужно протестировать новый AI-сервис, который запускает Google, но вы не можете этого сделать, потому что вы находитесь не в США. А Google часто раскатывает свои новые фишки именно на жителей США. Не проблема? Устанавливаете GoLogin. Регистрируете в нем аккаунт. Создаете профиль именно под тестирование этого AI-сервиса. Выбираете регион прокси США. И вуаля. Все работает. Сервисом можно пользоваться. Или еще один практический кейс. Вы хотите заинтегрировать ваше приложение с API, которая блокируется по географическому признаку. То есть недоступно, либо не работает в регионе, где находится сервер вашего приложения, либо где находитесь вы, когда тестируете это приложение. И тут у ребят из GoLogin есть решение. Замечательный документированный RESTful API с примерами, который легко можно заимплементировать в вашем приложении и использовать преднастроенные профиля прямо в нем для того, чтобы заиметь доступ к тому самому злополучному, золоченному на гео API. В общем, GoLogin поможет получить вам доступ к закрытым API, к сервисам, которые недоступны в вашем регионе. Пользоваться несколькими аккаунтами одного сервиса одновременно, при этом не попадая в бан, либо в блок-лист. А также оставаться незамеченным в сети. Ну прям вин-вин по всем фронтам. GoLogin позволяет обходить большинство географических блокировок и использовать нужный вам инструмент в разработке. Попробуйте сами. Используйте промокод ITBeard и получите 40% скидки на подписку GoLogin. Это отличное решение для разработчиков, которые хотят работать без ограничений. Факт в том, что это не просто такая программа. Это программа, по которой Google отбирает самых активных участников комьюнити, можно так сказать. Да, можно так сказать, да. Google и Microsoft для MVP. Да. То есть все началось как бы с моего канала. Я начал вести больше как хобби и попытку улучшить свой английский, который был в то время, да и сейчас он далеко не идеальный. И как возможность... Мне почему-то показалось, что если начать других людей учить программе Angular, то ты и сам лучше начнешь разбираться во фреймворке. И это оказалось действительно правдой. Мы можем потом позже об этом поговорить. Но, в общем, да. Я начал просто делать видосики в YouTube. И я это делал на протяжении... Начал в марте 2020. И где-то в ноябре или в декабре мне написала одна девушка. Бонни Брэннон ее зовут. И она пригласила меня на подкаст выступить просто там с презентацией по Angular Dependency Injection. А я до этого, вот за три месяца до этого выпустил видео по этой теме. То есть она тебя через канал нашла на YouTube? Да, да, да. Оно как-то быстро набрало популярность. Оно одно из самых, наверное, популярных видео на моем канале до сих пор. И, к счастью, Angular не поменял ничего в Dependency Injection. Получился evergreen контент такой, который актуальный уже на протяжении многих лет. И она написала мне, пригласила на этот подкаст. И я там увидел в ее... В e-mail там внизу просто там, где best regards, там бла-бла-бла. И написано, что она Google Developer Expert в Angular. Я такой, ого, что это такое? Google, я сразу подумал, что это что-то, она в Google работает, видимо, там какие-то, ну, прямое отношение как-то к фреймворку, к его разработке имеет. И я начал интересоваться, говорю, а что это, как это? И она говорит, что, ну, объяснила, что это, если ты там делаешь контент. Вот ты, типа, говорит, можешь тоже податься на это, если там определенные критерии пройдешь. Вот. И, по сути, потом она меня через еще полгода, она номинировала меня на... То есть там система такая, что человек, который уже в программе, должен номинироваться кого-то или нет? Да. Или гуглер. Или гуглер, или другой GDE. И там потом процесс собеседования, там два собеседования в эту программу. И если ты их проходишь, потом тебе выдают тайтл, который, по сути, ну, практического применения, ну, отчасти имеет. Потому что Google очень сильно вкладывается в вот это GDE комьюнити. Там он организовывает много конференций, и они платят за это все. Вот. Это классно, я считаю. Ну, и как минимум еще это дало мне понять, что ты, как говорится, не тот самый... С горы. С горы, да. Как бы человек, который знает свое дело. Да. В основном это так бывает, что, ну, если GDE и Angular, то обычно они, ну, разбираются в Angular. Потому что там происходит интервью еще, надо пройти интервью с Angular Core Team. А, даже так? Техническое, да. То есть ты знаешь кого-то из Angular Core Team, получается? Ну, да. Вау. Вот. Только там как бы вопросы не как в Google, там структуры данных, алгоритмы и прочее. Там больше от довольно простые вопросы. Например, что такое Angular компилятор. Но твоя задача объяснить это твоей маме, например. А. И вот они смотрят, как ты можешь это объяснить. Вот. С Microsoft примерно такая же тема. Да, это очень похожая программа, только процессы немножко другие. Например, в Microsoft нету собеседований. Там ты просто отправляешь заявку, они как-то ее рассматривают и со временем потом тебе присылают. Да, нет, ты не проходишь никаких собеседований, но они и не вкладываются так сильно в комьюнити. То есть там ты получаешь какие-то плюшки, условно говоря, там GitHub, Copilot ты получаешь бесплатно, ты там еще какие-то плюшки получаешь, но особо там на конференции ты не поездишь. Потому что они их устраивают, но будь добр, сам с финансами разбирайся. Ну, у нас в Microsoft всегда времена голодные. При этом, при всем, ты мне писал, что у тебя нет высшего образования. Да, так получилось. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, меня особо это... Расскажи вообще, где родился, где учился, и как так получилось, что мимо высшего образования пошел в программирование? Так, хорошо, да. Я родом из Луганской области, из Украины, с небольшого поселка Новопсков. Я там родился и прожил большую часть своей жизни. Там же я пошел в школу, в самую обычную. То есть для меня лично это самая моя любимая школа, да, самая классная, самая крутая. Но так, если по меркам судить, обычная школа, ничем не выделяющаяся, без особых каких-то уклонов, там, математику или еще во что-то. То есть это просто самая обычная общеобразовательная школа. Не знаю, интересно ли, как я учился. В общем, с переменным успехом. Поначалу я класса до седьмого, наверное, был круглым отличником. Все там золотую медаль пророчили и так далее. А потом где-то вот между седьмым и восьмым классом что-то пошло не так. А точнее начались вот дискотеки, вот эти все дела. Стало модным вести себя на уроках, скажем так, по-мудацки, переговариваться с преподами и так далее. И как бы никто не любил ботанов и заучек, поэтому я как покорно пошел под давлением, скажем так, тренда. И я жестко скатился прям буквально там с первых дней. Первую свою там, одну из первых троек получил вот как раз там в восьмом классе. Вы учителя в шоке были. Не могли узнать мне, как я трансформировался за одно буквально лето. Это так забавно. Я просто помню эти времена. У меня была задротская по-хорошему тусовка. Но я просто помню вот этот седьмой класс, когда мы в седьмом классе идем на лето, уходим. И типа у меня там была мечта научиться подтягиваться. Я вообще трещок был. И я типа за три месяца там с нуля до шестнадцати раз просто прихожу там, всех рву на турнике. Параллельно там девчонки, которые были отличницы, становятся просто какими-то, ну я не знаю, как это культурно назвать, торвами, короче. Ну все понимают. И это все за три месяца, буквально там седьмой-восьмой класс. Типа пипец. Турники тоже были. Все были, был промежуток, когда все были турникменом. Да, но это не мешало так же тусоваться, скажем так. И после этого я резко съехал на тройки. И в таком ключе я и закончил школу. В каком году ты закончил школу? Это был 2008 год. В школе я вообще ничего не указывал, что я хоть какое-то отношение буду иметь к IT. То есть вот было IT, а то, чем я в школе занимался, было вообще другой. Но в 2008 году уже популярность набирала, что IT-шка. Уже набирала? Да, конечно. Но это проходило полностью мимо меня. То есть чем я занимался? Футбол. Даже танцами занимался, начиная от бальных до хип-хопа и брейк-данса. Я занимался, я в рок-группе играл. Знаешь, что такое крамп? Когда, о, был, был, да. Вот это все. Да, 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 да. Вот. То есть я занимался всем, чем угодно, но максимально отдаленным от IT. И, собственно, потом что у нас было? У вас не было такое мульки, что после школы, если ты не попадаешь в университет, то тебя в армию забирают? Была. Конечно, была. Ты поступил. А, ты поступил. Да, я поступил. То есть попытка была. Была вообще... Ну, как обычно, типа, куда родители сказали, туда и поступаешь. Ну, примерно так. Куда проходишь, туда и поступаешь. Ввиду того, чем я занимался, когда у меня родители спросили, куда ты хочешь поступать, я сказал, ну, я такой... Институт культуры. Институт культуры искую, да. Серьезно? Да, да, я хотел в театре кино. Мама такая, ну, говорит, хорошо, классно, теперь я задам этот же вопрос еще раз. Первое техническое образование, да? Куда хочешь. Не техническое, экономическое. Потому что мама моя была на то время частным предпринимателем мелким и как бы готовила приемника. Хотела подготовить приемника, чтобы я тоже по этой стезе пошел. И таким образом я попал в Харьков, в Харьковский экономический университет, на факультет экономика предприятия. Я же правильно понимаю, что в вашем районе в то время все стремились в Харьков? Типа, Харьков это был такой большой город, без сравнения со всем, что рядом было. Да, да. Вот у нас был на первом месте Луганск, потому что ближе и дешевле... Луганск тогда тоже был большой, процветающий город, типа до 14-го года. Ну да, да. Ну как, меньше, чем Харьков. Но и деревня. Несколько раз, но не деревня, да. Но и менее престижно. То есть потом шел Харьков и потом Киев. В Киев я отмел, потому что я был очень... у нас очень классная была дружная тусовка в классе. И мне очень было больно как бы расставаться с этими людьми. Я хотел вот как-то оставаться ближе к ним, и они все в основном поступили в Харьков. И я же такой тоже, ну ладно, уже если выбирать между всеми вот этими, там, Киев, Харьков, Луганск, я выбрал Харьков. Вот. И таким образом я попал в универ, и там, ну, не задалось сразу. Прям с универом у меня сразу начались проблемы. Одна из причин была то, что я учил... в школе я был в украинскоязычном классе. Мы все учили на украинском языке. Как знакомо. А потом я попадаю в универ, и... А там все на русском. Все на русском, да. Ты первые полгода сидишь и просто не понимаешь, что происходит. Да. Особенно на математике высшей какой-нибудь. Вот. Да. Как раз хотел сказать, что я помню, у нас были... Я прихожу, высшая математика, я и так в математике вообще не очень. И тут мне так... ну, там профессор что-то рассказывает, говорит, ну, вот там производная чего-то там. Ты такой, говорит, вот же, а что это такое вообще? Что это? А потом ты понимаешь, да, похитна. Совершенно другое слово. И пока ты вот это тупил и думал, что это означает, ты просто... Ты отстал, ты понимаешь, что я уже все, я безначально отстал, и ты просто такой, ну, сидишь на лекции, просто слушаешь, и вообще не понимаешь, о чем там речь идет. Потому что, ну, уже поздно что-то понимать, да, они уже все ушли далеко вперед, и ты там до сих пор разбираешься с понятиями, занимаешься переводом этим. Потом я поймал себя на мысли, типа, а что, ну, смысл ходить на лекции, если там я ничего не делаю, я могу здесь при себе и дома посидеть. Вот, и как-то это все скатилось к тому, что я вообще перестал ходить на... ну, я ходил на пары, конечно, я пытался поначалу, но я довольно быстро сдался. Вот, и я там... В чем на первом курсе? На первом курсе, да, у меня уже была куча этих хвостов, которые я с каким-то чудом закрыл на первом курсе, но второй курс меня доломал уже полностью. Ну, там же армия. Там же, блядь, дядьки с автоматами. Там же армия... Полтора года никуда. Там было дело, но у меня по здоровью я этот... не проходил. И это было так интересно, я это узнал уже, когда я, короче, решил, что я больше не хочу. Я написал заявление, что я ухожу, а выписаться с военкомата я как бы... я вообще не подумал про военкомат. И мне такие говорят в общаге, говорят, вот, когда выписываешься, ты должен с военкомата штамп получить специально. Я прихожу такой, э, здрасте, я тут как бы ухожу, поставьте мне, пожалуйста, печать. И они такие, ага, сейчас. Сам пришел. Пойдем, да. Они мне на медкомиссию сразу. Я такой, о-мо-о. Об этом я как-то не подумал. Но получилось так, что, ну, по состоянию здоровья у меня там был этот, как его, ну, негоден. НГМ у нас называлось. Негоден в мирное время. Вот, да, да. Вот. И получилось потом так, что я вернулся домой к себе в деревню и сразу перебрался в Луганск. И вот там уже, ну, я, когда уходил, это не было что-то, что я уходил в никуда. Потому что уже там между первым и вторым курсом там уже появляется как бы айтишечка в моей жизни. Вот. Все началось с того, что вот как сейчас умы людей будоражат AI, в то время такой темой был заработок в интернете. Вот. Все ходили с этой темой, заработали, там, сколько бабок в интернете. Никто не знал, как их оттуда получать, что для этого нужно делать, но все знали, что там куча бабла. Там куча, да, это была такая мулька. И так как у меня технического, ну, никаких особых скиллов не было, там самый простой способ было что-то зарабатывать. Я не знаю, было у вас или нет. Это были сайты, они назывались то ли буксы, то ли баксы. Как декликность, надо по ссылкам переходить. Да, и рекламу смотреть. За ссылку получать с деньгами за переход. Да, да, да. То есть ты смотришь там рекламу, и тебе какие-то там два цента насыпали. Сапру, по-моему, самый популярный был тогда у нас в то время. Да, да, да. В общем, он нарисован был. Вот, и это то, чем я начал заниматься поначалу, но потом понятно было, что это не очень-то и масштабируемая штука. То есть ты там, ну, сколько ты, неделю там, 3-4 бакса каких-то там заработаешь, потом пока ты на вебмане это выведешь. Вебмане, да. Помнишь, что это же еще было? У нас была своя белорусская внутренняя EasyPay называлась. Сейчас вспоминаешь, это было время, когда ты реально мог там просто вывести там 100-200 долларов через эти системы себе на карту. Да. И вообще никто не спрашивал, откуда деньги. Да, да. Вебмане обменник стоит, пошел, снял, все. Да, вот бы сейчас. Офлайновый обменник, там люди сидели. Да, да. Ну, я как бы вообще даже потенциала этого всего не понимал. Вот если бы даже мне в то время ты сказал, я бы не понял, что с этим делать. Да. Да, сейчас бы с этими мозгами в то время, да, можно было творить дело. Вот. И я понял, что это не масштабируется, и надо как-то искать другие способы. Ну, я же начал гуглить, там, как заработать в интернете, и попадаю я на лендинг-пейдж, где чувак говорит, что 150 долларов в день хочешь. Солидно. Вот, пожалуйста, у меня курс за 50 баксов. Я тебя научу. Я такой... Купи три раза, у меня будет 150 долларов. Я же такой провинциальный парень, good deal. Денег-то своих нету. Алло, мам. Привет. Дай мне, пожалуйста, 150 баксов. Зачем? Говорю, ну, вот, буду вот 150 баксов в день поднимать. Тут чел учит, как это сделать. Мама у меня молодец. Она говорит, ну, типа, не на сигареты, не на алкоголь, поэтому, ладно, пусть занимается. Она мне выслала деньги, я покупаю этот курс. А что за курс? Просто ты как зарабатываешь 150 долларов в месяц? Да, тоже я потом не читал, да. 150 долларов в месяц, все дальше уже неинтересно, да, покупаю, беру. Ну, короче, суть... В день, в день, да. О, в день, да, конечно. И это был имейл-маркетинг. Условно говоря, инфо-цыганство типа того. Инфомошенничество. Да. В общем, суть была в том, что собираешь имейлы от подписчиков, и потом какой-то цифровой товар, собственно, продаешь. И там рассказывали, как это все работает и так далее. Я покупаю... Электронная книга была. Я, наверное, день там с бубном вокруг нее пытался запустить ее, потому что это было время, когда не было. Там на iPad скачал книжку, я красиво тебе там все сразу заработал. Ты вообще человек, который купил электронную книгу в то время. Я просто помню отношение к покупкам чего-то электронного. Вот ты такой, ты что? Ты покупаешь килобайты на флешке? Чего, блин? Что за бред? Что за фигня? Пойду на торрентах поищу. Да, я как-то или поискал, или... Я не помню. Ну, короче, суть в том, что я книжку купил, открываю, и там буквально с первых страниц говорят, вам нужно на ваш сайт строить форму, где люди будут оставлять имейлы. Такой вот так. Сайт. В смысле сайт? И, короче, потом оказывается, что там написано было такой маленький дисклеймер, что, ну, чтобы имейл-маркетингом заниматься, нужен свой сайт. А сайта-то нету. Такой, окей, как сделать веб-сайт? Тут попадаю на другой лендинг-пейдж, где чел говорит, что 50 баксов, и я тебя научу программировать на HTML, CSS, и сможешь ты себе сделать любой сайт, который захочешь. Мам. Алло, мам. Я говорю, дай 50 баксов, мне надо еще курс купить. Она говорит, так, возьми из тех 150, что ты заработаешь. Говорит, а, ну, мана, да еще, в общем, так и так. Объяснил. Говорю, там сайты делать, это вообще круто. Вот. И она мне высылает еще 50 баксов, я покупаю этот курс. Приходит, он еще такой на диске был, ты вставляешь такой там 20 уроков по HTML и 20 по CSS. Да, да, да. То есть я тут не пиратил, на удивление. Я покупаю этот курс, и это была вот поворотная точка. То есть я запускаю самый первый курс. Там чувак говорит, вот создайте просто txt файл на своем рабочем столе, заменяем txt на html, открываем с помощью блокнота, пишем там скобочка h1, hello world, закрываем это все. Я еще, помню, очень долго искал этот символ, где тут открывается и закрывается html. Это вот этот знак. И, ну, я никогда его не использовал, а тут, ну, надо. И я такой сохраняю это, такой открываю в браузере, и оно работает. Я в восторге. Это была какая-то фантастика, реально, я так это меня восхитило. А потом он уже начинает продолжать, говорит, а тут же атрибуты, style, color, red, и он становится красным. А потом мы сделали такой хедер, это очень похоже на реальные сайты. Я в восторге. Блин. Я вообще прям кайфанул от этого. Я забыл про email-маркетинг, про все. То есть я с этого момента начал, вот, я сразу начал писать свой блог. Значит, ml, css. Обычная тема. Да. Интересно, насколько это будет откликаться у наших слушателей, которые вот младше нас там на лет 10. Просто я тебя прекрасно понимаю. Я помню, как я html первый раз тоже пощупал. Ты такой, нифига себе. Бегущая строка в браузере. Сейчас уже тега такого нет. Да, да, да. Бегущая строка. И ты смотришь на это, и ты это сам написал. Это реально было просто взрыв мозга. Да. И это при том, что, в принципе, половина сайтов в то время, они так и выглядели. Да, да, да. И ты делаешь примерно то же самое. Ну, а сейчас, когда ты избалован графикой, избалован там мегабайтами JavaScript кода, насколько это также работает у молодежи? Типа вот они открывают блокнот, там html, они пишут hello world, они видят эти первослова. Есть ли у них такое ощущение? Типа, я не знаю. Напишите в комментариях. Да, да, очень интересно, правда. Или им сразу надо этот ангуляр поставить со всеми наворотами и сделать там сразу какой-нибудь сайт Facebook. Да, 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 да. Так же потом и пошло. То есть примерно направление такое же было. Я начал очень амбициозно, то есть я такой начал с блока сразу. И потом думаю, а что блог? Ну, что это, помелочишь. А тут уже 2012 год, это евро 2012. Я такой сразу, это же людям надо приезжать. А, это до вас проходило? Да, это было в Украине евро 2012. Ну, это же надо, люди приедут, иностранцы, им нужно же искать где-то жилье. Надо писать сервис. На что он с есесси. Я тогда не знал про букинги. Я такой думаю, блин, надо написать. Начал писать, потом такой, что-то сложно. Что-то как-то не идет. Слушай, а ты в то время, когда решился делать свой блог, ты уже понимал, как сделать так, чтобы твой сайт был доступен в интернете по ссылочке? Потому что я помню, что у меня второй взрыв мозга был, когда я такой, блин, а как это разместить в интернет? А, тут еще целая вселенная. Хостинг, да. Да, да, да. У меня только локально, у меня сайт только. Если хочешь посетить мой сайт, приходи ко мне в комнату в общаге, я тебе покажу. Вот такая у меня была, такой сетап. А потом я пришел быстро к тому, что что-то, ну, как-то это странно. Очень много я повторяю, ну, там, ну, кода, вот, там, блог, когда я писал, там, надо же превью до статьи, надо сверстать вот это превью, надо сверстать статью. Я такой, ну, что-то, что-то никак. Так, и потом я начал примерно узнавать по общаге, и у нас, я думаю, в каждой общаге был чувак, который раздает интернет, местный IT-гений какой-то, да. И у нас... Они реально были IT-гениями? Это, блядь, это чуваки были, которые могли с закрытыми глазами там Linux переустановить. Да. И вот я к такому чуваку пришел, мне кто-то сказал, кто-то такой, говорит, да, он что-то там пишет на каком-то FFF или что-то, туда-сюда. Я прихожу, кажется, PHP, он там мелочью PHP, он говорит мне такой, говорит, тебе нужен PHP. Такой, понял. Начинаю гуглить, смотрю, есть курсы от того же самого чувака. Опять та же схема, PHP курсы, и там PHP и MySQL. Потом я вот немножко PHP разобрался, как это там уже стало повеселее, там уже появилась какая-то динамика, базы данных тоже, пишешь MySQL, там тоже прям бывало времена, когда это сейчас все круто, там подсветки, синтаксис где-то кавычку забыл, ты сразу видишь, где что. А я писал это в блокноте, ну там Notepad++, и я помню, я убил целый день когда-то, когда у меня ошибка SQL была, я не мог разобраться, в чем причина. Ошибки-то читать, ну, это для слабаков, правильно? Я просто досмотрел, думаю, что они так? Я смотрю на видео, смотрю на свой код, вроде все нормально. Потом я уже, я думал, я с ума схожу, я начал проверять по символам буквально, потом, а, кавычка, динамная кавычка, а там в ошибке текстом прямо черным по белому написано, у тебя мист, типа, кавычка. Ну, у меня и английского на то время не было, то есть вообще нулевой. Я даже в школе так учил его не очень, и потом еще и забыл. Это же еще и время форумов было, то есть это не то, что ты ошибку не читаешь, потому что ты просто английского не знаешь, ты просто, тебе надо найти, где эта ошибка, тебе надо скопировать ее, пойти в какой-нибудь форум, в какой-нибудь SQL.ru, написать там пост, написать так, чтобы тебя сразу нахер не послали, потом еще неделю ждать, пока тебе будет говно макать, пока не скажешь, а, вот тут кавычка просто дурачок. Да, 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 именно так, да. Блин, аж прям флешбеки такие. Вот, и потом оно как-то начало нарастать, нарастать, таким же образом я пришел к JavaScript по итогу, тоже от того же автора. То есть я мог бы сразу закупиться у него, взять все и сразу... Честно, этот автор еще курсы делает? Вот интересно, я не знаю. Не помню, как его звали. Привет передать. Про пиарим чувака. Я, честно говоря, не помню. Ну окей. Может, если найдем где-то в ссылках или разместим, но я думаю, скорее всего, нет. Да, и JavaScript тоже. Я JavaScript вообще поначалу не въехал полностью. А ты JavaScript для чего начал первый раз делать? Не для снежинок на сайте? Ну так вот, для них, конечно. То есть они, вот эти выпадающие менюшки красивые. Продажки были, да. А jQuery потом тоже активно... Ну в jQuery, по-моему, попозже он уже появился у нас. Я вот не помню. Я помню, что в этом курсе там шло JavaScript и потом jQuery. Я вот посмотрел по JavaScript, я что-то вообще не въехал. А у jQuery была поприятнее. Кстати, это прикол. jQuery всем почему-то заходил сильно проще. Да, ну я не знаю. Хотя это, ну, это же надстройка на JavaScript. Ну, типа библиотека на JavaScript написанная. Ну да. Для работы с домом. Я не знаю почему. Ну вот так. И после того, как-то оно понесло, я начал очень много... Я взял очень большую ошибку. И это, возможно, будет хороший совет тем, кто только начинает. У меня проблема была в том, что я как только выучил этот стек, PHP, MySQL, JavaScript, ну и HTML, CSS, конечно, я уверовал в то, что я, ну... Могу все. Да. Я буквально описал свою соцсеть. Бля. Просто по-живому. Просто по-живому. Я написал соцсетку, которая, да... Она была популярна. Мы не знаем ни про какие подходы программирования командного. Ничего. Просто мы выучили синтаксис, мы поняли, что мы можем писать все. Да, да. Похер каким путем. Про оптимизацию там... Оптимальный путь разработки не для чего-нибудь придумал. Слушай, я сейчас дойду... Я все могу, хер ли. Да. Ну да. Начал я писать свою соцсетку, сразу замахнулся на... Ну, почему бы не убить ВКонтактик? Вот оно... ВКонтактик. Давай Фейсбук. Мочить Фейсбук. Начал писать свой Фейсбук. Такой, Таня, что-то... Что-то нет. Надо что-то поинтереснее, думаю. И тогда был очень популярный сайт анонимных вопросов. Да. Если знаешь... Сквейр? Нет, не Сквейр. Ask Me FM. Ask Me FM. И еще какой-то был... Я не помню, какой-то... Вот зарубежный. Какой-то... Блин, не помню, забыл. Ну, неважно. Ну, сама суть в том, что у тебя профиль какой-то есть. Там есть поле, где тебе могут анонимно задать вопрос. Ты на него отвечаешь, и, собственно, другие люди приходят и могут почитать о тебе. Очень популярная штука была. В Европах тут вообще люди просто по миллиону ответов имели на такие вопросы. Я просто недавно ресерк... Неважно. Я, короче, удивился, насколько это было популярно. Да. Вот. И я написал свой, который, ну, нужно сказать, внешне он был прям классный. Мне даже... Обычно я ненавижу то, что я делаю. Все, что я делаю, я потом смотрю, мне не нравилось. А это прям прикольно было. И это стало популярно в нашей деревне. И, в общем, так... И в районе он как-то начал расползаться. Сайт там дошло до двух тысяч человек. Зарегистрировал. Как ты назывался, помнишь? Я ин Юэй. Я ин Юэй. Я ин Юэй. Но он уже не существует, естественно. А... Сейчас, наверное, если кто-то, кто меня знает, будут смотреть, из друзей будут ржать. Мы назвали его по приколу, если на русском, яишница ру. А на нашего мы говорим на сужике. Он назывался яешниру. Яешниру. Ой, блин, капец. Это же не нужно ли там вырезать? Ну ладно, пусть будет. Мне нравится. В общем, да. Он стал популярным. Я там... Ну вот это ж... Код был там настолько максимально ужасный. Это просто капец. Там SQL вместе с PHP, вместе с HTML. Все туда. Прямо как вовью сейчас делают. Хорошо, забытое старое. Да-да-да. Так я еще не знал объектно-ориентированное программирование. То есть объектно-ориентированное программирование. Хередная оговорка. Берем объектно-ориентированное программирование и пилим яешнюю UI. Все. И миллионы наши. Короче, да-да. Это как выглядел путь к успеху в моих глазах в то время. Да-да. И что? Да. ООП вообще. Я такой... Я не понимал классы и вообще для чего они. Это максимально странная для меня была тема. Ну зачем? Есть же функции. Тут типа нормально. Достаточно, в принципе. Вот. И на вот таком коде, процедурненько, я вот это все делал, 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 делал и еще больше уверовал в то, что я, ну, крутой чел вообще и могу сделать все, что угодно. А потом мне как-то, ну, сайт, естественно, этот не принесил ничего в плане финансового. То есть ты это все пока по фану делал? Это просто для себя, да. И иногда я делал там, ну, типа фриланс, там, кому-то бложик какой-то сделал и так далее. Но это нестабильный доход. Мне уже тогда было, что, 21, наверное, 20. Ну, в общем. Уже родители намекали на то, чтобы, ну, как бы... Уже здесь внуков пара. Да, 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 да. А ты тут свои социальные сети пишешь, да, местный Цукерберг. Вот. И я начал... В это время... Что, а? Как раз в это время я уже бросил университет. И, собственно, родители говорят, ну, типа, ты, если не учишься, ну, ты хотя бы будь добр, работай. И я же уверовавший в свою сеньорность... Студию открыл, только не говори, что студию открыл. Не-не, не студию, не. Я пошел, я пошел на собеседование. Я уже тогда в Луганск переехал. И я начал смотреть вакансии. И я открываю там WorkUA. Портал, он есть до сих пор, наверное. И я прям, как сейчас помню, такой там PHP вбиваю. И там дропдаун такой пишет, типа, seniority level. Junior, middle, senior. А есть выше? Было бы выше, может, бы и выбрал. Ну, такой, senior, конечно. Ну, а что? Ну, а что я? Я тут соцсетки свои делаю, что я не сеньор. И, короче, зовут меня на собеседование. Я прихожу, и это такое позорище было вообще. Я прихожу, там парень, какой-то тимлит, наверное, я не знаю. И он же, ну, там, привет-привет, как дела? В общем, он говорит, ну, давай там начнем. Он говорит, в какой айдеи ты работаешь? Такой смотрю на него, он смотрит на меня, значит, на паузу несколько. Я говорю, а что такое айдеи? Понимаешь? Уровень. Не, ну, хорошо, что ты ему еще не добавил там дурачок. Ты, блин, айдеи, блокнот, что ты не знаешь. Может, это и сработало бы. Он подумал, типа, блин, ты что? Я в истории такую тупизну спрашиваю у сеньора уважаемого, да? Ну, в общем, это первый такой звоночек прям был. Говорю, а что такое айдеи? Он говорит, ну, в чем ты пишешь код? Я такой, а, так, ну, в Dreamweaver. Dreamweaver. Это, я не знаю, помнишь или нет, адобовская... Тогда было такое время, что почему-то дофига курсов проходило именно в Dreamweaver. Мне кажется, потому что и доб дофига бабок смосил. Может быть, да. Ну, это типа никто в Dreamweaver не работал, все в нем только учились. Да. Ну, и, в общем-то, да, после этого интервью продолжать смысла не было никакого. Потому что, ну, на то время уже Dreamweaver это было, это дурно звучащее слово уже было. В то время уже были, кажется, PHP Storm уже появлялся. А Dreamweaver был уже такой умирающий проект. Вот. И я сразу понял, что меня сразу вот опустили на землю. Да, говорят, чувак, ты не очень. И после этого я начал смотреть джуновские вакансии. Вот. И с того момента я вот отчитываю свой, как бы, ну, когда спрашивают, какой у тебя опыт в IT, я вот начинаю считать вот этого момента, первой своей работой. Джуновская уже. А? Джуновская работа первая. Да, да. Ну, когда в команде. И вот, собственно, мораль этой басни такова, что если есть возможность, начинать всегда в команде. Должен быть кто-то, кто может сказать, что, чувак, ты делаешь полная команда. Ну, видишь, прикол в чем? У меня, похоже, очень путь был. И с вот этим вот падением, с этими собеседованиями очень странными. И прикол в том, что в то время, особенно когда ты в деревне небольшой живешь, до тебя это и посмотреть особо не было, как это должно работать. Да. Ну, типа, ты не видел эти команды, компании, и когда ты приходишь такой, думаешь, ну, да, я тут уже написал, блин, столько систем, ну, конечно, я все могу. Да. А тебя, чувак, командная работа, чувак, там, вот эта вот теория, ООП. Такой, ну, блин, откуда я это мог знать? Да. Мне кажется, что все-таки сейчас молодежь, она более избалована контентом, она более меня понимает, как это должно работать. Тогда это был прям, надо было тебе вот скилл программирования и очень сильный скилл именно искать информацию, потому что информации было мало, и вот прям это было очень сложно. То есть тогда был единственный такой источник, который, скажем так, авторитетный, это Хабр, я помню, вот оттуда я черпал много информации, да. И вот если там в Хабре еще чего-то не появилось, то оно и в моей жизни еще не появилось. Это был у меня такой single source of truth, этот Хабр. Вот. Сколько лет ты проработал женом? Коммерческим. Наверное, пару лет. Пару лет. То есть это не история про то, что ты два месяца женом, а дальше ты опять бог? Нет, там очень сложно, там сложно сказать, ну, это было не в разных компаниях, то есть это все было размазано на несколько лет, и я начинал, как бы считался джуном, но официально там просто ты, в основном я верстальщиком начал работать. С первой работы я, кстати, сбежал вообще, это PHP, я пошел на джуна PHP, там меня заставили писать ООП-код, я же не понимаю, я такой на следующий день просто не явился, и мне предложили верстальщика. А в HTML с CSS я более-менее уверен, я выбрал... А в другой компании или в этой же? В другой, в другой, в другой. И стал писать, и так я во фронт-энд, скажем, перекочевал по итогу с PHP. Вот. Но это было, да, это было размазано, это было не то, что ты по карьерной лестнице, в какой-то компании идешь, там, через джуна, там, синьера, но мне кажется, я вот считал себя джуном, я с этого момента заработал вот этот импостер-синдром, синдром самозванца, да, вот меня очень сильно это ударило, после этого я всегда, наоборот, занижал все, что, ну, там... Я оставался на вакансии ниже, чем мне казалось, я хотел бы, то есть я боялся пережить еще раз вот этот момент стыда, который я по итогу пережил еще, когда в Эмираты переезжал, но там уже чуть другая история была, там уже с языком больше связано. Блин, как это все похоже на половое возрастление. Сорян, у нас сегодня такой выпуск. Короче, смотри, а в какой момент у тебя, в принципе, ангуляр появляется? Это появляется косвенно в то время, когда я еще в Луганске работал, появился вот AngularJS, который я вообще тоже не понял, в чем прикол. То есть там вот это был популярный, скажем так, пример, когда ты в формочку вводишь какие-то, ну, пишешь что-то, и там сразу оно вот этот two-way data binding срабатывает, и оно все там синхронизируется, и все такие вау-вау, круто-круто. И, ну, я все равно, я посмотрел, это прикольно как бы, но я даже вот концепции фреймворка еще до конца не понял, в чем прикол. Потому что я занимал, у нас как раньше было, это сейчас же все стало фронт-энд. Да, ты пишешь и JavaScript, и HTML, и так далее. А в то время еще была такая вещь, называлась верстальщик. Это чувак, который делает просто HTML, CSS, и вот он передает это другому чуваку, который обвешивает это все уже JavaScript-ом и так далее. Вот. И я тогда познакомился с AngularJS, так, косвенно через вот этого, моего коллегу, который, собственно, обвязывал мои темплейты JavaScript-ом. Он меня так немножко подучил, и после этого я перешел на работу, где требовался full stack, и нас не было вообще, у нас jQuery и PHP была связка. И он как-то у меня ушел одно время. Потом это все вернулось, когда я переехал в 2015 году, мы переехали в Арабские Эмираты, и я там искал работу, и я решил, что почему-то Angular, это вот... У меня тут сразу вопрос, чтобы пояснить немножко, почему, а почему в Арабские Эмираты вдруг? Ну, понятно, 15-й год, это где-то после 14-го, когда начинается война. И, я так понимаю, из-за этого переезжали? Не совсем. Можно чуть подробнее, почему именно Эмираты и как произошло? Да. Все очень-очень просто. Моя на то время девушка, она захотела попробовать себя стюардессой, полетать. Она подалась в три авиакомпании, Qatar, Emirates, Etihad, и прошла в две из них, те, что базируются в Арабских Эмиратах. И, собственно, у меня не было выбора. То есть я либо оставался дома, либо мне приходилось... А вы в это время жили в Луганске? Нет, мы переехали ненадолго во Львов, пожили там, и вот она сразу получает, да, оффер, и мы потом домой, и она улетает, а я остался учить английский, потому что английский нулевой, и мне надо было за полгода что-то как-то там научить, чтобы найти работу там. Это было прям ужасно. Ты за полгода поднял английский? Ну как, поднял. У тебя 50 тысяч подписчиков на англоязычном канале, как-то ты его точно поднял. Как-то поднял, да, но это была следующая такая страница очень времен позора. То есть ты приезжаешь, я учил в интернете английский язык, и там чуть-чуть репетиторство. То, что я учил, когда я приехал в Арабские Эмираты, это было не то, чтобы сказать бесполезно, но оно не сильно помогло, потому что там акценты, пошли там же люди с Филиппин, с Индии. Ты приезжаешь, и просто не понимаешь, о чем они говорят. То есть все, что ты учил, ты можешь там написать, да, что-то сказать, понять, это вообще проблема. И я поехал первый раз, я приехал, я пытался, я буквально ходил в компании с распечатанным своим резюме, два типа резюме, то есть у меня было по PHP и фронт-энд. И я просто выбирал, я все, я подавался везде абсолютно, я не перебирал, и иногда просто буквально приходил, говорю, здрасте, я вот хочу у вас работать, и там какой-то чел сидит, такой, ну окей, ладно. Он, возможно, даже уборщик какой-то в компании, хорошо, окей, я такой, thank you, и пошел. И вот так я, в общем, попробовал, не пошло, а потом как-то я вот начал, первое получил, какое-то приглашение на интервью, я его провалил, потому что я не понимал, что меня спрашивают. Потом второе как-то чуть получше, третье еще получше, потом, ну, в общем, с переменным успехом. Раз я был на интервью, когда это была вакансия PHP, и там надо было по базам данных что-то, и у меня представился интервьюер, говорит, там, так и так, там, я такой-то, такой-то, оттуда-то, оттуда-то. Я ничего не понимаю, но как бы, но киваю, типа, играю убедительно. Потом он говорит мне, типа, ну, давай вот задачку с объединением таблиц, вот эти все штуки. И он мне объясняет, а я просто не понимаю. Говорит, ну, таблица, мяч есть, и там еще что-то. Такой, ох, а вы по-русски говорите. Говорит, ну, я же сказал, я с Киева. Я понимаю, что, ну, короче, полный провал. Прикинь. Это вторая, как бы, такой удар был для меня, что, ну, я искренне верил, что у меня ничего не получится. Павел, каким-то чудом, каким-то чудом вообще, я набрел на компанию, которая меня наняла по итогу, но я к тому же прошел, наверное, интервью 20 или 30. То есть я три месяца, я с них не выходил. И я как-то вот, знаешь, они на интервью, в принципе, спецпрашивают часто много чего очень похоже. Это элементарно себя представить. Это везде одинаково. То есть я это, после каждого интервью, я как-то подучил, подтягивал те места, где было плохо, и так в течение трех месяцев вот получилось нарваться на компанию, которая каким-то чудом предложила мне оффер, и это было на AngularJS, мы писали Marketplace. Вот, и это была одна из таких поворотных точек в моей карьере, после которой, ну, так, я прям почувствовал, насколько я стал лучше в то время, потому что, во-первых, язык прокачать получилось, во-вторых, я работал с крутыми ребятами. Они тоже, кстати, с Украины были, что очень помогло, потому что языковой барьер, они мне там переводили временами, потому что я тоже не всегда понимал, что от меня хотят. Иногда делал наугад, то есть я примерно понимал, что они хотят, и то есть делал, такой коммит делаешь, такой, о, прошло, нормально, хорошо. А иногда просто не понимал, и они мне переводили, просто помогали, классные, крутые ребята. И я очень, и там был очень крутой вообще JavaScript-разработчик, Алекс, если что, привет, он, скорее всего, будет смотреть. Вот, он мне очень многому научил. То есть я попал в достаточно здоровую атмосферу, где мне помогали более опытные ребята, и там я почувствовал, что начал расти. И мы писали на AngularJS поначалу, а потом появился Angular 2. И мы каким-то образом убедили нашего тимлида взять кусочек нашего маркетплейса, который там, ну, в общем, не сильно какой-то там, не сильно важный кусочек, который можно было поэкспериментировать. И мы начали пилить, переписывать это на Angular 2. И мы кайфанули. Слушай, Angular 2 от AngularJS отличался как просто корабль и самолет. Да, мы просто выкинули все старое, и мы просто с нуля написали... А как вы на это решились? Вы подумали, что просто за этим будущее, дальше будет Google разрабатывать следующие версии вот в таком стиле, поэтому мы переходим? Я не думаю. Мы просто попросили, нам очень хотелось попробовать это. Мы когда увидели презентацию, нам как-то очень понравились их подходы с декораторами, вот все это, компонентно ориентированный вот этот подход. Мы прям такие, о, вот это выглядит прикольно. И, ну, как-то оно само собой так, без особого анализа. Это был... Почему не React, например, он тогда уже тоже вроде как набирал популярность? Или тогда даже на слуху у вас его не было? Я, честно говоря, ну, все как-то было вот у нас AngularJS, AngularJS, и мы решили просто по Angular дальше идти. Я не знаю. Это был стартап, где особо там, знаешь, анализа такого не проводили, как сейчас. Там все быстро. Давайте Angular, пишем на Angular. Был бы React, взяли бы React, просто никто бы там research не делал. Кто там, что там популярно, что там нет. Там было очень все так хаотично. Можешь для тех слушателей, кто даже не застал AngularJS в своей практике? А такие и есть. С 2016 года уже наверняка сеньоры есть, которые AngularJS в глаза не видели. Да. Чем он... Чем он отличался от AngularJS классического сегодняшнего? Ну, всем. Ну, что значит всем? Это абсолютно другой фреймворк? Что между ними общего тогда, кроме названия частичного? Вот твое субъективное мнение. Вроде как и то, и то фреймворк. Ну, там, во-первых, там не было долгое время компонента вообще, в принципе. То есть компонентная ориентированность, она появилась только во втором Angular. Да, 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 То есть они потом представили компоненты вроде бы, это уже очень давно было, может, я ошибаюсь, но, кажется, после второго Angular они еще добавили компоненты в AngularJS. То есть что-то... Но я уже это не застал, мы уже к тому времени переключились полностью на Angular2, и как бы мы забыли, как страшно сон на AngularJS. Вот эта история очень интересная тем, что не сильно много в IT-шке примеров, когда компания делает какую-то крутую технологию, она разлетается, AngularJS был популярен. И потом они, видя, что на рынке появляется новый подход в виде компонента ориентированных фреймворков, просто идут в амбанк и говорят, все, больше нет AngularJS, мы его там поддерживаем, сколько-то, а вот теперь есть Angular2, он полностью другой, он несовместим, вам надо переписывать, люди реально переписывали, но это все тот же Angular, и вот это вот будущее, вы что хотите делать, но мы теперь так делаем. Вот, блин, почему они так, почему они на это решились, как ты думаешь? Я не знаю, ну, видимо, просто они столкнулись с тем, что AngularJS, насколько я помню, он очень был в производительности очень плохо. И там уже оптимизируя, не оптимизируя, там сама вот концептуально он... То есть в любом случае бы переписывали, скажем. Ну, я думаю, они решили, что, ну, такая степ-бай-степ миграция, в принципе, ну, будет еще хуже, давайте сразу же сделаем правильно и с нуля. Ну, прикол в том, что они с неймингом, ну, они же могли бы назвать это по-другому вообще. Потому что на то время, я с AngularJS работал, мне так счастливилось, я полтора года на нем микросервисы писал. и я помню, что в то время AngularJS называли AngularJS называли AngularJS. Когда вышел Angular2, еще долго был этот период релаксации, что теперь мы привыкаем, что когда говоришь Angular, это уже Angular2. Да. То есть они даже на уровне нейминга решили не разделять, они такие, мы идем ва-банк, мы, короче, всех перетаскиваем на новую технологию, она абсолютно разная, вы будете страдать, переписывая. Но это тот же Angular. Да. Я прям помню это. Я, честно говоря, не знаю, какая у них была мотивация, почему они так сделали. Иногда есть вопросы к неймингу вообще, в принципе, как они поназовали некоторые вещи. Ну, не знаю. Честно, не знаю. Angular2 появляется в 2016 году. Сегодня у нас на дворе 2024, и мы имеем Angular17. Да. На подходе 18-й. На подходе 18-й. Можешь как-то тезисно, базово описать, чем отличается Angular2 от Angular17 сегодняшнего? Что за эти 8 лет появилось крутого в фреймарке? Я остановился на своем развитии где-то на Angular5. Я помню, я переводил AngularJS на второй, второй в третий, третий в четвертый. Вот второй в пятый переводить напрямую было уже сложновато. Там много чего менялось, базовые классы, все такое. Вот чем, по твоему мнению, отличается второе от сегодняшнего? Что там? Ну, так, если... Крупными мозгами. Мы дальше будем подробнее говорить. Крупными мозгами. То есть он, в первую очередь, он внутри очень сильно поменялся. То есть вот этот, например, то, как процесс, например, той же компиляции, раньше Angular был, компилировался прямо в браузере. Второй, да, кажется, там не было ahead-of-time compilation. То есть ты просто тянул с собой компилятор прямо в браузер, и потом он запускался в браузере, и там вот это все Angular-овский синтакс распарсивался прямо в браузере. Потом, естественно, это начали оптимизировать, и вот он внутри начал очень сильно меняться, но внешне я бы не сказал, что он прям очень сильно изменился до Angular-а, наверное, 16-го. Вот если ты посмотришь, там, в принципе, ну, плюс в мере, те же компоненты-декоратор, те же модули, кажется, во втором не было модулей, они появились чуть позже, но как бы модули — это такая тема, она очень давно с Angular-ом вот она только сейчас стала опциональной. Все это время они были, скажем так, частью Angular-а вплетенной прямо очень-очень тесно. Те же декораторы, та же dependency injection, в принципе, то есть много чего осталось, так как было, очень много внутренних изменений, но последнее, вот начиная с Angular-а, с Angular-16, например, там появился новый control flow, новый синтаксис для, например, if-else этих стейтментов, раньше это были структурные директивы, у нас были, там, ng-if, ng-for для циклов, и ng-switch для, там, ну, аналог switch case в обычном JavaScript. теперь это появился специальный синтаксис, очень похож на, если кто пользовался, знает PHP framework Laravel, у них есть, кажется, Blade называется, template engine, и вот там синтаксис похожий, там, add, if, и там условия в скобочках, и, в общем, более такой понятный синтаксис, скажем так, вот, а поменялось то, что модули стали опциональны, то есть появились стендалон-компоненты в Angular, и модули, как бы, перестали играть такую важную роль и, ну, в самом framework, то, что раньше ты без ng-модуля, ну, в принципе, не мог ничего. Вот. Что еще? Ну, а так, многие вещи остались, механизм change detection, zone.js, как был, он так и, как появился в Angular 2, так он и прошел вот до сегодняшнего дня, только сейчас. Вот они работают над тем, чтобы убрать zone.js, теперь как зависимость, это специальная библиотека, которая помогает Angular г-модуляру в механизме обнаружения изменений. Вот. И, да, я бы не сказал, что он, странно как-то, он очень сильно поменялся, но в то же время и ты чувствуешь очень сильно эту преемственность. окей. Как вот iOS, да, когда она эволюционирует, вот как-то незаметно, но если ты там посмотришь, старые какие-то версии iOS 7, да, и iOS там сейчас какая, не знаю, 17, как бы ты видишь преемственность, она другое, но все равно это все то же самое. Не знаю, я не пользуюсь iOS, так что. кто пользуется, тот поймет. Как бы ты мог объяснить базовое устройство Angular? Что такое Angular? Что ты конкретно хотел бы знать? Ну, вот, например, я разработчик не на JavaScript. Объясни разработчику не на JavaScript, а что такое Angular? Это фреймворк, который помогает тебе создавать приложения с помощью, браузерные приложения, с помощью компонентов, там, директив, каких-то строительных блоков, которые позволяют тебе, ну, в целом, можно сказать, упростить и ускорить разработку приложения. Звучит что-то сложно, а что нельзя сейчас написать просто на HTML-CSS? Не, ну, можно, конечно, но зачем переизобретать велосипеды, если можно и так. Ну, то есть, ты можешь, конечно, но для этого нужны веские причины, чтобы писать все с нуля. Ну, то есть, если у тебя супер какой-то запрос на performance, возможно, даже, да, vanilla JavaScript это лучше будет, чем тянуть фреймворки. но в большинстве задач, мне кажется, фреймворка вполне себе хороший баланс. В чем вообще суть компонентно-ориентированного фреймворка? Почему это компонентно-ориентированный? Что это такое? Компонент это, по сути, строительный блок, который включает в себя какое-то представление, какую-то вьюшку, с которой пользователь может взаимодействовать, и привязанную к нему логику, там, что должно произойти, когда юзер там кликает по какой-то кнопке во вьюшке и так далее. Ну и плюс стили, конечно, куда же без них, все хотят, чтобы все красиво выглядело. Вот. И вот компонент это, скажем так, комбинация этих вот трех вещей, трех технологий. Вот. И с помощью них, как вот конструктор лего, ты собираешь по итогу уже целое приложение. То есть получается фреймворк, из которого ты по блокам собираешь веб-приложение. Да, можно так сказать. Подробнее, кстати, мы разговаривали уже, еще раз напомню, про ангуляр в выпуске с Кузью Берзином, Димой и Глебом Михеевым, ссылки будут в описании где-то. Поэтому я не буду больше про базовые вещи спрашивать, хотите, посмотрите. А мы сегодня поговорим про такие, глубинные глубины. Я тебя перед записью просил мне скинуть примерно, что в ангуляре нового появилось в последнее время. Спасибо тебе за то, что накидал дельных мыслей, давай про них поговорим. Давай. Я помню, в бытность, когда я еще с ангуляром работал, там, пятым или шестым, ему постоянно залетало за то, что у него тормозной интерфейс, особенно, когда дофигища данных выгружаешь, там, большие таблички, то ангуляра начинались, интерфейс начинал тормозить. Из-за этого, в частности, помню, многие на React переходили, потому что у React этого проблемы не было на то время. А теперь есть, по-моему. Как эту штуку в ангуляре решили? Что там за новый механизм рендеринга сейчас? Как это работает? Механизм рендеринга ты, наверное, имеешь в виду Ivy. Да, я имею в виду Ivy, ну, я логично связываю проблемы тормозного интерфейса с рендерингом интерфейса. Я не знаю, может, оно не так было. Ну, там причины, почему это может тормозить, есть и другие, не связанные с Ivy и вообще копейка с причиной тормознутости. Чаще всего это неправильное или непонимание того, как работает change detection, и он иногда вызывается намного больше раз, чем нужно. То есть это идет от непонимания как это работает и, соответственно, оптимизация никакая. Вот. То есть появились потом механизмы, как это все оптимизировать, есть разные стратегии в Angular, как это изменение отслеживать и пререндеривать. Например, у нас есть on push change detection стратегии, это когда это очень похоже на, наверное, use memo в реакте, когда change detection, то есть Angular заходит и проверяет байдинги во вьюшу, это динамические моменты, когда ты хочешь текст поменять, в зависимости от какой-то property. Это называется байдинги, вот Angular проходит по ним только когда компонент явно помечен как dirty называется, грязный, я не знаю. Ну да, грязный получается, замазанный. Sorry за англицизм, это нормально, сложно просто перевести. И там можно оптимизировать таким образом, что Angular не будет заходить во все вьюшки вообще, потому что как сейчас это все работает, это zone.js, это библиотека, которая отслеживает асинхронные какие-то события в твоем приложении, и когда она это асинхронное событие ловит, она говорит Angular, что что-то возможно где-то изменилось в приложении, какой-то стейк, какого-то компонента, но она не может сказать где именно, в каком компоненте и что за изменения. И Angular получается, он начинает проходить по всему дереву вьюшек и проверять бандинги. Изменилось, хорошо, перерисовываем, не изменилось, просто проходим. И он делал очень много ненужной работы Angular. У меня вопрос, а механизм стейк-чейкинга это что-то прям сложная штука какая-то, почему ее сразу нормально не сделать было? Нормально это как? Ну, типа, если что-то изменилось конкретно, если тебе нужно отслеживать изменения конкретно в одном компоненте, вот, пожалуйста, отслеживай, вот только этот компонент, почему Zone.js не может мне сказать, что у меня изменения вот конкретно в этой кнопочке, вот в этом месте сайта, почему мне нужно все дерево идти и проверять? Потому что она как работает, получается, она, Zone.js, она, ну, он, библиотека, да, в общем, она, как она, делает monkey-патчинг реального DOM API, она берет, например, setTimeout, она записывает оригинальный setTimeout, но и подменяет его другим, который вызывает нативный setTimeout, но перед этим она тоже делает какую-то логику, которая вот отправляет, назовем это так, события ангуляру, но ты же не можешь понять setTimeout, где конкретно, в каком компоненте он вызвался, setTimeout, он просто берет код, который ты хочешь... Передай аидишку компонента и все, через... Ну, ты вручную будешь передавать аидишку компонента. Можно автоматизировать как-нибудь там, типа название компонента уж уникальное. Видимо, не особо, потому что, да, это так не сделали сейчас, вот работают над тем, как это все сделать еще лучше, и это вот, где сигналы играют ключевую роль. Сигналы это реактивный примитив, который появился вот буквально в последних нескольких версиях ангуляра с ангулар 16, если я правильно помню. Про реактивность мы еще чуть дальше поговорим. Мне тут еще не отпускают некоторые вопросы по state management. Я помню в бытность, когда я еще программировал на JavaScript, у нас очень дико популярен был Redux, как единый state manager для всего, чего только можно, и у него там был этот прикол, что он однонаправленный. Типа тебе не надо постоянно там следить за тем, что где изменяется, у тебя вот одно место изменяется либо так, либо так. Я не помню, в ангуляре, по-моему, что в ангуляре точно Redux можно было использовать как state manager, и, по-моему, все его использовали. Ну, смотри, Redux, это же в первую очередь паттерн. Да. И у нас есть в ангуляре библиотеки специально, которые я этот партнер имплементирую, да. А на сегодняшний день тоже используется? Да. То есть, в принципе... Там можно как? Можно просто обойтись сервисами, что очень часто как бы отличное решение, когда тебе не нужно какой-то сложный state management. тогда просто берешь сервисы и вполне окей. Но ты можешь также использовать, да, Redux, это NGRX, у нас есть библиотека, которая этим занимается, есть еще другие NGXS, они там отличаются с синтаксисом, но, по сути, это тот же Redux паттерн. Но ангуляр, это же фреймворк, значит, он должен давать свое что-то? Ну, вот сервисы, пожалуйста. сервисы плюс сигналы вот сейчас это очень популярный такой, как для простого state management это прям хорошее решение. Давайте, раз сигналы зацепили, сразу же про них поговорим. Перед тем, как про сигналы поговорить, наверное, надо чуть-чуть пояснить суть в принципе реактивного программирования, что это такое. Да, это, собственно, когда, условно говоря, у тебя есть какая-то переменная и есть другая переменная, которая зависит от значения этой первой переменной. Если первая переменная меняется, то другая должна как бы подхватить эти изменения и тоже обновиться. Собственно, в этом, да, суть реактивности и сигналы это один из реактивных примитивов, которые появились в дополнение RxJS. Вот, RxJS. Везде, когда про реактивный программированный React, все вспоминают эту библиотеку Reactive Extensions for JavaScript, это прям какая-то база, ну, типа, это, почему все вспоминают какую-то, блин, там, библиотеку, почему реактивность не внесут в стандартизацию ECMAR, она ее все везде использует, там, вот. Так, уже появилась, по-моему, уже есть. Я просто не знаю. То есть, что-то перекачивает. Уже обзору было, есть, я не помню, в каком оно там сейчас, там, стоит, какой у него, но я видел уже... То есть реактивные примитивы перекачевывают в стандарт. все. То есть RxJS по факту это вот эта вот штука, из которой это все перекачевывается. Да, ну, скорее всего, не все будет перекачевываться, но какая-то сама концепция, да. Правильно ли я понимаю, что RxJS это, ну, это прям база и аналогов как таковых крупных не существует. Все строится на ней. В контексте ангуляра? Не в контексте, в целом в контексте применения реактивности в JavaScript. Я бы так сказал. Ну, отчасти да, но в то же время есть же те же сигналы, они тоже как бы есть разговоры, как это возможно будет тоже частью стандарта. Ну, пока что сигнал примитив ангуляровский. Да, да. Ну, из того, что я знаю, для меня RxJS, да. Я помню, что-то было похоже еще из реактивщины в, кажется, Нокаут.js или... Было такое, да. Вот, это... Да, там тоже было что-то подобие типа сигналов, то есть они не поддерживаются. Да, да. Хорошо, то есть в ангуляре появляются сигналы. Да. Перимитив. А можешь чуть еще подробнее, как он работает, что это такое? это, по сути, обертка над каким-то значением, которое может уведомить консюмеров того сигнала, уведомить, что он изменился. То есть, получается, у тебя есть два сигнала, один меняется, и он как бы может, он строит такой граф своих зависимостей, и он как бы там говорит, что я изменился, имейте в виду. То есть подстраивайтесь соответственно. Блин, этот ангуляр это то место, где банда четырех прям все свои паттерны фигачат. Вообще робл, ничего себе. Да, да. Хорошо. И сигналы уже завезли, да? Или их еще подвозят потихоньку? Их уже завезли, но их потихоньку подвозят в core ангуляр. То есть сейчас все к тому идет, что сигналы будут использоваться, встраиваться в фреймворк прям в ядро, в change detection. А сейчас это как происходит? Сейчас смотри, они во-первых, change detection, например, он работает, как я сказал, с помощью zone.js, и потом он проходит просто по дереву изменений. Ну, еще RxJS используется тоже в core, ну, там, в ангуляр формах, например, в HTTP клиенте, то есть RxJS как бы встроен частично в ангуляр. Теперь они хотят что сделать? Они хотят, чтобы теперь ядро фреймворка зависело от этих реактивных примитивов, а не от RxJS, потому что процессы, которые происходят в ядре ангуляра, тут же change detection, например, это в основном синхронные вещи. И вот для синхронной реактивности сигналы намного лучше, чем RxJS. RxJS очень хорош для асинхронной реактивщины. Там, когда все базируется на ивентах, да, и вот ты должен оркестрировать это все, там RxJS прям классно. Вот сигналы там не очень себя показали. А для синхронной и для state management сигналы прям хорошо показывают себя. И все идет к тому, что RxJS станет опциональным в ангуляре. То есть сейчас, когда ты стартуешь новый проект, тебе нужно сразу вникать, что такое RxJS, а это сложно. RxJS очень сложный, это очень мощная вещь, на ней можно делать реально крутые решения, очень, не знаю, в общем, все можно построить очень классно на RxJS, очень производительно, все реактивненько классно, но если ты понимаешь, что ты с ним делаешь, а чтобы понять полностью RxJS, ну, там нужно очень много времени и практики, чтобы с этим разобраться. Тормозящие интерфейсы. Кстати, да, очень часто RxJS есть тоже причиной плохого перформанса. Давай продолжим, знаешь, на чем? Продолжим на том, почему Angular еще может тормозить. Поговорили мы про то, что можно неправильно реактивность использовать. В принципе, там все сложно со стейт-менеджментом, но дела исправляются сигналами. Какие еще причины могут быть того, что Angular тяжелый, тормозной на сложных интерфейсах? Это может быть по причине также неправильного использования RxJS, потому что тоже непонимание, как он работает, приводит к тому, что в твоих RxJS стримах данные, ну, там иногда, когда ты дебажишь, делаешь tab-оператор и выводишь консол-лог, и ты такой смотришь в консоли, а там просто спам этих консол-логов, потому что значения очень часто эмитятся в стрим, и если это происходит асинхронно, то каждый раз может это триггерить change detection, который, ну, смысла нету этого всего делать. То есть там нужно использовать операторы типа distinct until changed, который проверяет, изменилось ли предыдущее значение, если оно изменилось, то тогда новое значение прибывает, и тогда можно перерендеривать. Так, а это разве не то же самое? Это не тоже работа со стейтом правильная, то же самое, по-моему. Что ты имеешь? Ну, первая причина была в том, что стейт-менеджмент у ангуляра сложный, и вроде как это про то же самое. То есть у тебя тоже в реактивные стримы залетает куча лишней информации, это не простоит? Но она не то, что лишняя, она просто дублируется часто, а дубликации, ну, как бы, они не нужны. А этого можно как-то избегать? Ну, вот, как я сказал, что операторы есть специальные, которые позволяют тебе, скажем так, не пропускать значения дальше к сабскрайберам, если предыдущее значение не изменилось. Если два раза прилетает ивент с тем же самым значением, то он просто не идет дальше до сабскрайбера. То есть это правильный способ готовки ангуляра? И в том числе RxJS. RxJS. Это получается, чтобы хорошо готовить на ангуляре положение, тебе еще надо знать, как работает RxJS, потому что можно прям явными методами на него воздействовать. Ну да, да, да. Потому что RxJS это, скажем так, очень мощная вещь, но ею очень легко себе выстрелить в ногу. Но когда придут сигналы, можно будет львиную долю на сигналы перейти, да? Да. может, я бы не сказал, что львиную, но часть, да. Окей. То есть тут нужно немножко отличать реактивщину синхронную и асинхронную. Вот для асинхронной это сигналы, они там показывают себя очень хорошо, стоит менеджмент, синхронная реактивность это сигналы. Если что-то, если это что-то асинхронное, основанное на каких-то ивентах, да, то это намного легче и лучше оркестрировать через RxJS. Поэтому немножко не понимаю разницы между синхронной и реактивщиной и асинхронной. Оно же вроде как все основывается на каких-то событиях, ответ на которые ты делаешь какую-то динамику. Это вроде как все это проэсинхронное. Можешь привести какие-нибудь примеры, чтобы понимать лучше? Ну, например, юзер кликает по странице и выходит какой-то ивент, и вот когда ивент ушел, тебе нужно, например, сделать запрос к бэкэнду. И потом, например, у тебя происходит ситуация, что потом прилетает еще один ивент, пока этот вызов бэкэнда еще, ну, как бы, происходит. И вот как тогда, что тогда делать с этим текущим? Его нужно закрыть, его нужно, ну, имею в виду текущий HTTP call, его нужно заканцелить и сделать новый HTTP, или что с ним нужно сделать? Или просто новый пропустить и дождаться, пока первый запрос пройдет и мы получим данные? Или, то есть, вот эта оркестрация, как разруливать такие ситуации, это очень хорошо, когда RxJS это делает. А в каких ситуациях, когда могут такие ситуации возникать? То есть, ситуация работы с бэкэндом, она понятна, это обращение к третьему источнику данных, к внешнему источнику данных. А в каких еще может ситуация возникать необходимость реактивности? Именно через RxJS. И не синхронной реактивности? Не синхронной реактивности? Ну, ты же можешь, ты можешь, в принципе, реквесты синхронно обрабатывать. Пожалуйста. Нет, ты можешь, ты можешь и с сигналами это все делать. Там есть инструменты, которые тебе позволяют это сделать тоже, скажем так, тоже-тоже сделать, но ты просто будешь писать намного больше императивного кода, и он будет не такой как бы линейный, как в RxJS. в RxJS, если правильно написан, то там очень оно все понятно, дата идет сверху вниз, декларативно, легко понять, опять же, если это хорошо правильно написано. С сигналами, то есть, когда сигналы только появились, все же бросились переписывать все под сигнал и показывать там в Твиттере, вот как теперь выглядит на сигналах там какой-то синхронный код, который бегает там в бэкэнд. И ты смотришь, а кода стало раза в два больше. То есть, лучше от этого не стало. Ну, то есть, в целом, на сигналах можно и синхронный и синхронный код писать, но работает как бы лучше с синхронным, красивее. Да, да, да. Более удобнее и удобнее вот именно обрабатывать события, когда у тебя какая-то конкуренция, конкурент реквесты, да, и это намного удобнее делать разными там операторами типа SwitchMap и похожими операторами в RxJS. Да, вот StateManaged, там, например, сигналы встраиваются в ChangeDetection, потому что там получается так, что если ты используешь сигнал в темплейте, то темплейт как бы подписывается на этот сигнал, условно говоря, ну, это как ментальная модель, чтобы примерно понять, как это работает, и вот сигнал, когда меняется, он говорит, вот я поменялся, и вьюшка как бы подписана на него, и она такая, а, окей, тут что-то поменялось, время перерендерить, перерисовать вью, и это приводит к тому, что у нас называется модным словом FineGrained ChangeDetection, то есть ты можешь понять, в каком конкретно компоненте изменилось значение, модель, и ты перерисовываешь только этот компонент и то, что связано с ним, но ты не делаешь лишнюю работу, не проходишь опять через все дерево этих вьюшек в приложении, и это намного эффективнее и намного быстрее рантайм ангуляра из этого будет в теории. Про механизм рендеринга? Да. Который в девятом ангуляре появился. Ivy? Ivy? Ivy. Я не знаю, как правильно. Пусть будет сегодня Ivy. Пусть Ivy, да. Почему? Почему? Какие вообще предпосылки были для того, чтобы делать новый механизм? Что не так со старым было? И почему этот Ivy считается чем-то суперпозитивным, что случилось в ангуляре? В общем, у ангуляра до этого был свой другой рендеринг-механизм. Он назывался сейчас дай его вспомнить ViewEngine. ViewEngine, да. Вот. Но он оказался не совсем эффективным в плане он был не очень-то и трешейкабл. Трешейкинг это когда мы удаляем код, который не используется в нашем приложении. То есть, если у тебя есть библиотека, которая экспортирует 20 каких-то функций, ты импортируешь только одну, то по-хорошему должна в бандл приложения включиться только эта одна функция. То есть, для того, чтобы у тебя просто меньше загружалось кода на загрузку страницы? Да. А остальной код, который не используется, он не входит в общий бандл, он просто как бы удаляется. Вот. Потом были проблемы с типизацией темплейтов. И, да, в общем, он был недостаточно эффективный, а Ivy решила довольно много проблем, эти, включая те, что я назвал, и открыла дверь, скажем так, для других, по моему мнению, очень позитивных и крупных изменений в Англии, как стендалл компоненты, например. И, да, в общем, суть Ivy в том, что как компонент по сути представляется после компиляции. То есть у нас есть Angular-код, который непонятен браузеру, его надо перевести в что-то Vanilla.js, да, и Ivy это вот он же и компилятор и рантайм по сути, то есть это как и то, и то. Там основная как бы идея, одна из основных идей, как мы представляем темплейт компонента после компиляции. То есть сейчас если ты скомпилируешь просто компонент, то его вьюшка будет представлена функцией, которая может быть выполнена в двух режимах создания и апдейта. Создание, режим создания это вот когда обустравится компонент, создаются дом-элементы, разные там дивы, параграфы и так далее. И второй режим это режим обновления, когда вот change detection пробегается по вьюшкам, она вот как раз вызывает этот template функцию с флагом, что это апдейт. И все вот эти байдинги, которые вот это кавычки там properties binding, это когда ты property там новый меняешь, она проходит по этим байдингам и проверяет поменялись ли они или нет. И что важно, Ivy они используют такой подход, то есть вот например возьмем эту template функцию в режиме создания. Чтобы создать дом-элементы используются специальные инструкции. Инструкции это очень простые маленькие функции, которые выполняют один маленький кусочек работы. Например, создают дом-элемент. Есть такая create-element инструкция, вот она, ты передаешь строкой, создать например тег h1, и вот она его создаст. Там можно создать еще текст для какой-то дом-ноды и так далее. То есть куча разных инструкций, которые вшиты прям в ангулар core по сути, идут с ангулар core. И что Ivy делает, она парсит получается html, и вот если представить, что у тебя например во вьюшке там просто есть h1 элемент и параграф какой-то с текстом, то она преобразует этот template в функцию, в которой если в create-режиме вызываешь ее, то там будут еще две функции, одна ответственная за создание h1 тега, другая за создание тега параграф, допустим, и там текст какой-то. И потом, после этой компиляции, уже понятно, что, например, в твоем приложении не используются template, то есть инструкция для работы с template не нужна, тебе не нужны инструкции, которые ответственны за, я там не знаю, для чего угодно, для работы с пайпами, еще что-то, и они могут спокойно решейкаться, потому что они не нужны уже, и на этом моменте сборщик, раньше там webpack использовался, то есть он уже может определить, что используется, что нет, и просто удалить все инструкции, которые не нужны, поэтому Ivy в первую очередь он сильно понизил размер бандла, особенно в таких приложениях, которые небольшие, потому что в маленьких приложениях ты не используешь всю мощь бандлорка, и поэтому там заметен результат, а в больших приложениях там не сильно поменялось, но ввиду того вот этот подход оказался очень удачным, который также открыл двери к такому strict mode он называется, когда типы проверяются также в темплейтах, что очень на самом деле круто, потому что до этого все было там непонятно, то есть ты мог что угодно в темплейте показать, и во время билда, то есть в билд тайме ты не мог поймать ошибки, потому что типы не проверялись. То, что у тебя типизированная форма получается? View, то есть Angular проверяет еще правильно ли ты используешь, ну, например, у тебя есть property какого-то определенного типа, там, user, и вот ты, например, хочешь прочитать его username, да, если раньше ты просто, например, делаешь опечатку там в display name, там, и какая-то опечатка, во время компиляции это, ну, как бы, окей, ангулярно, но упадет в фронтане. конкретно написано, что это, допустим, там, name, string, значит, ничего больше туда не передашь. Не-не-не, я имею в виду, что у тебя вот user, точка, и потом ты пытаешься прочитать property, которое не существует, да, ты сделал опечатку именно в этом property, и до этого ты просто узнаешь об ошибке уже в рантайме, когда у тебя все свалилось, и ты получил ошибку, а теперь можно, теперь ты получишь просто во время компиляции ошибку, что ты пытаешься прочитать property, которое не существует в этом типе. Блин, ну такая базовая вещь, с которой живут все бакендеры. Мы когда включили это, мы когда включили strict mode, это, конечно, у всех, короче, повалилось, потому что там, ну, правда, было много работы в плане миграции к строгим темплейтам. Вот, но мигрировали, ничего, все нормально. Слушай, объясни, пожалуйста, вот ты когда рассказывал про Иве, ты говорила про компиляторы, про рантайм. Да. Для меня, для чела, который с бакендом работает, компиляторы такая, это машинный код, байт-код, переводишь свой код, а рантайм, это когда у тебя работает какая-то здоровенная программуль, на которой этот код прям запускает и читает, прям в онлайне, считай, и исполняет. Да. конкретно Angular в JavaScript, это, как бы вы не хотели, транспиляция. Да. Чего-то во что-то. Что за прикол называется компиляцией? Почему это называется компиляция? И что такое рантайм в этом случае? Потому что для меня рантайм в JavaScript всегда был браузер, но типа браузер это рантайм. Ладно. Я в терминологиях не сильно силен, но как я это понимаю... У них прямо документация написана. Ну, как я это интерпретирую, как мой интерпретатор интерпретирует то, что они под этим всем понимают. Это так, это компиляция, это перевод с Angular языка, ну, скажем так... Конструкция Angular. Конструкция Angular, TypeScript, его разные вот эти декораторы и прочее. JavaScript это момент компиляции в моем понимании. Я бы назовите это интерпретация. Интерпретация, да. Я, честно говоря, мне все равно, как люди называют, если я понимаю, о чем речь, то мне все равно, как там называют. А рантайм это то, что я понимаю под вот этими инструкциями эти функции, которые вот в рантайме тебе создают собственно вьюшки и участвуют... То есть функции вьюшек по факту. Ну, если очень сильно упротить, Хорошо, хорошо. Ну, тут до браузера у нас все равно рантайм выступает. Ну, да. А ты говорил, что раньше это все дело собиралось вебпаком, а сейчас как это дело работает? Ну, сейчас вот появился ESBuild. ESBuild? Да. Это что-то стандартное уже, это JavaScript, да? Сейчас так... Ну, ESP, Да, да, да. Ну, вот я точно сейчас не могу сказать... Я просто из тех времен, когда вебпак был, всем... Да, 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 сейчас он уже отходит, да. Есть и ESBuild, и можно прикрутить вид. Знаешь, что... А, в общем, есть. Есть такой тоже еще один. это вот, если я не ошибаюсь, от создателя этого Vue, Vue.js, вот тоже сделали вид, это тоже сборщик, очень быстрый, он, например, используется проектом Analog.js, который метафреймворк ангуляновский, и они используют его тоже под капотом. Но сейчас ESBuild как бы... В этой терминологии сказали, что ESBuild и вид это компилятор, да, получается? Ну, как угодно. С одной точки зрения. Сборщики больше я бы назвал, наверное. Но он же на выходе выдает тебе джаваскриптовый код, который уже запускается в ангеле, или нет? Ну, да. Так, постарались разобраться. Я еще, что читал, я когда читал всю эту штуку, у меня еще в глаза бросился термин head-of-time компиляция. Я такой, типа, чего в джаваскрипте есть head-of-time компиляция? Это же вообще только про джавы, про, ну, компилируемые языки программирования, когда у тебя прям на лету в байт-коде что-то изменяется, и у тебя изменения. Что за head-of-time компиляция? Ну, смотри, помнишь, я в самом начале... Ну, либо запускаются конкретные куски нужные там, всех по-разному. В самом начале, если помнишь, я говорил, что когда мы перед тем, как запустить приложение Angular в браузере, мы должны это все перевести с Angular языка на какой-то JavaScript, ванилый JavaScript. До этого мы делали это в самых ранних версиях, происходило это в браузере в самом. Это называлось just-in-time compilation. То есть ты в Bundler прям включался компилятор, который использовался только раз, во время вот, когда приложение, перед тем, как bootstrap выкопнуть его, ты компилировал и все. Это все переводил в понятный JavaScript. Да, да, да. Все дело брантами. Брантами это все происходило. То есть один раз per request получается это делать. Ну, да, ты загружаешь приложение, да, и вот оно как бы компилируется, и все, и потом же оно бегает у тебя уже в браузере, тебе как бы... Да, ты перезагружаешь, и опять надо его все скомпилировать. Ну, я называю это компилировать. Вот. И это была большая проблема, потому что, во-первых, bundle size, это откуда пошла вот, скажем так, почему все начали кричать, что Angular самый жирный bundle у него, там, и так далее. Одна из причин, потому что ты целый компилятор туда включаешь в свое приложение. И ahead of time компиляция, это процесс, когда ты делаешь это преобразование с Angular кода в JavaScript, ты делаешь это во время build-тайма, то есть ты уже получается, получаешь на выходе bundles просто ванилой JavaScript, и твоя задача просто это все в браузер, в страницу встроить, и да, и тебе не нужен bundle, компилятор. Окей. Хорошо, давай двигаться дальше по улучшениям и нововведениям Angular. Standalone компоненты Standalone API. Что это за зверь такой новый? Это зверь, который позволяет тебе строить приложение без ng-модулей. Что такое ng-модулей? В Angular есть концепция такая ng-модуль, это до Standalone компонентов был, скажем так, минимальный reusable building блок, потому что компонент не мог существовать сам по себе. Он мог быть, он должен, он обязан был быть частью какого-то модуля. Модуль мог иметь несколько компонентов, соответственно. Да, да. А, один компонент мог быть частью нескольких модулей? Нет. Как бы вроде как и проблем нету, но Извини сразу, с точки зрения типа архитектурной, с точки зрения количества файликов, этот модуль или кода, что если этот модуль представлял, так это функция, в которой компоненты запускаются? Нет, это класс с декоратором ng-модуль, и там ты в этом декораторе там объект для конфигурации, и там ты мог указать, какие компоненты являются частью этого модуля, ты мог настроить dependency injection через них и там остальное. В большинстве случаев это была, ну, скажем так, ненужная еще одна абстракция, да, которая, ну, скажем так, она очень часто не приносила ничего, просто как бы ты должен был жить с этим. И вроде бы как бы казалось окей, и сам концепт кажется довольно простым, вот именно ng-модули, но там, когда ты начинал углубляться в него, там все становилось немножко интереснее, потому что там появлялась такая вещь, как видимость компонентов, например, вот ты объявил, что в этом модуле вот у меня компонент а и б, вот они часть этого модуля. И ты мог создать компонент а, использовать компонент б, а потом ты такой говоришь, окей, у меня еще есть один модуль, и я хочу импортировать этот модуль в этот новый модуль, и использовать компоненты, которые часть вот этого первого модуля. Ты импортируешь этот новый модуль, пытаешься обратиться к этому компоненту, и ты падаешь с ошибкой, Потому что компоненты, оказывается, они по дефолту как бы приватные. И если ты хочешь, чтобы компонент в модуле был виден в другом модуле, который импортирует этот модуль, ты должен его добавить в Property Exports и таким образом сделать его как бы паблик. Классно же, это же целый ОП реализован на уровне модулей. Да, но ты очень сильно... Силые специфики open-closed. Да, но ты очень сильно заморачиваешься об этом. Ты должен очень... Во-первых, это для кого-то очевидно, но очень для многих это не очень-то и очевидный момент. И это приходится объяснять. А еще тебе надо объяснить то, что если ты в модулях настраиваешь dependency injection, то там тоже есть свои нюансы. Там вот, например, многие, кто только приходят в Angular и вот видят ng-модули, они вот думают, что ага, у нас есть провайдеры, это настройка от dependency injection инжекторов. И многие думают, что ты настраиваешь в модуле dependency injection, и это как бы для этого модуля. Это настройка для компонентов, которые вот входят в этот модуль. А оказывается, нет, потому что если ты делаешь настройку dependency injection в модуле, то ты настраиваешь рутовый инжектор, у нас есть как бы это для тебя, наверное, будет понятнее, как iOS контейнер. В C-sharp, кажется, есть такое то ли фреймак, то ли... В общем, это как бы контейнер, где твои dependency все как бы создаются и хранятся. И потом ты с этого контейнера достаешь и инжектишь это все. То есть ты можешь таким образом неочевидно перезаписать какие-то инжекшены, либо понастраивать лишних? Ну, неочевидно то, что ты настраиваешь рутовый инжектор, а не там инжектор компонента или там еще что-то. Нет, так если он в области видимости конкретного компонента работает, какая мне разница, рутовый он или локальный? Тут все зависит от того, например, ты хочешь иметь инстанс сервиса Singleton по всему приложению, или ты хочешь, чтобы он создался как бы на определенном уровне иерархии. Потому что у нас, я думаю, наверное, надо объяснить немножко, что в Angular инжекторов очень много. У них прям своя иерархия, которая совпадает с компонентами и директивами. То есть каждый компонент, директива, у них есть свой инжектор. И есть еще там... Почему не каждый модуль? Можешь вот как раз таки... А вот модулей нету. Ты скажи так, как там... То есть ты физически пишешь, как бы инжектор описываешь для модуля, но по факту под капотом он типа работает на компоненты и директивы на уровень ниже? Не-не-не. Смотри, когда ты в модуле настраиваешь, он работает с этим рутовым инжектором. С рутовым. Да. А для компонентов там есть отдельный свой провайдер с арей, в котором ты... Там сложно... Пока звучит так, что нахер еще модули нужны были. Ну, типа, мне кажется, что в таком случае плюс-минус любая сложная разработка сводилась к тому, что у тебя один компонент, один модуль, один компонент, один модуль. Был даже такой паттерн, на самом деле, да, что создавался компонент, и к нему привязывался только один модуль, который мог... у них один к одному зависимость была. То есть они всегда вот в тандеме были, и ты не мог объявить несколько компонентов в одной... Ну, теоретически ты мог, но согласно этому паттерну, то есть всегда должен быть один модуль, один компонент, и все. Вот. Ну, то есть, я же говорю, это с виду очень простая вещь, модули, но когда ты углубляешься немножко, ты потихоньку начинаешь сходить с ума, потому что там еще есть... Ты же можешь модуль лейз-лоудингом загрузить лениво, а если там лениво модуль создается, под него еще один инжектор создается, и тогда настраивается не рутовый инжектор, а вот инжектор вот этого лейзера, короче, там можно с ума сойти. Серьезно. Вот когда ты начинаешь вникать больше в эту тему, там, конечно, жестковато получается. И тоже неочевидно, то есть ты модулям настраиваешь и dependency injection, и OS container, ну, назовем это так, это не совсем правильно будет, но рутовый инжектор, да, и ты объявляешь зависимости, скажем так, зависимости, которые используются в темплете, там, другие компоненты, директивы, и так далее. IO container, господи, я все сижу думаю, что за IO container, version of control container. Да, да, произношение, да. Ладно, нормально, разобрались. Да, 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 и ты настраиваешь с модуля сразу и то, и то, и как бы single responsibility такой, добрый день, кажется, вы, ну, как бы, по-хорошему бы разделить это все. И так и случилось, получается, теперь в standalone компонентах, ты, если у тебя есть в компоненте зависимость на какой-то другой компонент, ты его объявляешь прямо в компоненте, то есть есть такой imports, property новый появился, и ты прямо там же добавляешь две компоненты, которые, как бы, ну, от которых твой основной компонент и модуль не нужен. И модуль не нужен, И инжектор настраивается. А инжектор настраивается просто в другом месте теперь, когда создается приложение, там есть специальный конфиг, объект, и ты туда, говоришь, провайдерс, все туда, все, которые должны быть в этом рутовом инжекторе, все, пожалуйста, туда, и, ну, как бы, в теории понятно. Блин, взяли ООП и наложили на компонент, назвали классы, классы компонентами, и сказали, все, пожалуйста, вот у нас ангуляр получается. Ну, в общем, да. А с точки зрения кода компоненты себя что представляет? Это класс, который наследуется от кодом компонента интерфейса? это просто класс, у которого есть такой декоратор, компонент, и там ты уже определяешь конфиг объект, объект как конфиг, и там ты прописываешь, что у него такой-то селектор, чтобы, ну, понятно было, что, ну, компилятору понятно было, как это все зарезовывать. Ты там настраиваешь много разных других вещей, и, в общем, это... Что за стендалон API? С компонентами разобрались? API-то что такое? Это, вот, например, то, что я сказал, когда ты настраиваешь, например, теперь рутовый инжектор в другом месте, да, то есть появилась специальная новая функция, до этого была bootstrap модуль, потому что, как я сказал, всегда должен быть модуль, теперь модулей нету, появилась новая bootstrap функция create application, и ты туда уже добавляешь как бы стендалон компонент, который должен запуститься, и из-за этого нужно было новые, как бы, новый API, который позволяет настраивать ту же dependency injection, и там появились функции, которые позволяют это сделать в обход модулей, потому что, как бы, они пропали, и теперь нет вот этого providers property, которая была в модулях, через которую мы и настраивали рутовый инжектор, и чтобы это обойти, надо было новый API привнести в фреймворк, и он, кстати, что в нем круто, модули очень плохо трешейкались, опять же, мы приходим к трешейкингу, а стендалон API, он базируется на функциях обычных, и он очень хорошо трешейкается. Слушай, а вот ты сейчас разрабатывая новое приложение, ты можешь выбрать работать с стендалон компонентами, либо с нг-модулями, либо в новом стиле только со стендалон компонентами? Они друг с другом прекрасно работают, то есть ты можешь в стендалон компонент импортировать модули, и в модуле ты можешь импортировать компоненты, просто там... А зачем? Зачем, если можно все с стендалон компонентами Ну, чтобы совместимость оставить, да. Окей. Следующая вещь, которая тоже интересная, это типизированные формы. Они давно появились? В Angular 14. Вот у меня вопрос, почему они сразу не появились? Ну, типа, давай так, Angular изначально работали с TypeScript, то есть у тебя изначально модель, через которую данные проходят, они типизированные. Там про TypeScript еще отдельно можно поговорить, что он там, у него типа конское говно, но в целом, в смысле, нечестное, не совсем строгие, но в целом у тебя типизированная моделька, а значит, что она уже как минимум на этапе компиляции будет у тебя проверяться. И эту модельку ты потом мапишь на форму, а значит, у тебя форма уже в принципе типизированная. Для меня она уже типизированная. То есть, если я в эту модель комьюнити данные дам, то мне в runtime свалится ошибка. Вот. Я думал, что это есть типизированная форма, но походу что-то нет, что-то другое. Да, хороший вопрос. Я тебе не могу ответить, почему раньше так не могли сделать. Я подозреваю, какие-то были технические, скорее всего, либо ограничения, либо TypeScript. То есть, вот так раньше не работало? Так раньше не работало. До этого было, ну, any, значение формы. И нельзя было просто написать там int, еще чего-то. Ты не мог, да, ты не мог указать тип, значение в форме. В форме. Но ты же на форму мапишь все равно какую-то данную, какую-то структуру. Да, я имею в виду для форм-контрола, для форм-контрола ты не мог указать тип. И ты, соответственно, ты не мог на лету, введя форму, проверить только после запроса, условно, только после отправки и проверки там уже самой модели. Нет, я имею в виду, что ты во время компиляции приложения, во время BuildTime, во время BuildTime, ты не мог поймать ошибки, связанные с тем, что ты работаешь не с правильным типом. То есть она всегда, вот модель, которая описывает форму, она всегда была значение any. И ты мог... Да что за херня, почему всегда any? Блин. Модель, это же модель, это кусок JavaScript кода, правильно? Да. TypeScript кода даже более того. Ну да. Если это кусок TypeScript кода, значит там всегда можно было написать int. bool, boolian, нет? Почему any? Что за фигня? Я хочу здесь int, может еще даже с какими-нибудь ограничениями. Честно говоря, я не знаю, я не знаю, почему это не сделали раньше. Ну а если бы ты раньше, до 14 Angular в качестве модели на форму прописал TypeScript модель, в которой было бы не any прописано для полей, а прописан конкретный тип, тебе бы на это ругалось? Что, типа, что тебе в теории должно быть. Потому что, например, в реактивных формах вот эти форм-контролла это обычный TypeScript, ну, обычный JavaScript класс, который потом мэпится, связывается с нативным каким-то инпутом там или чекбоксом, неважно. Вот, и в теории как бы, ну, можно было и раньше это все сделать. Но я, честно говоря, я не знаю, почему они не сделали это раньше. А сейчас это работает таким образом? Сейчас ты, например, да, важно отметить, что в Angular есть два типа форм, реактивные и template-driven формы. Это основа на там директивах. Ну, давай упустим их пока для простоты. Реактивные формы типы вот появились только для этого вида форм. то есть те до этого template-driven, они так и остались ну, без строгой типизации. И получается сейчас как это работает? Ну, просто ты как generic type, они тебя принимают generic, и ты просто говоришь, что типа, вот, мой форм-контрол будет вот такого-то типа. Или вообще даже ты его не пишешь, она как-то infer type делает. То есть ты указываешь значение, допустим, там пустая строка, и он сразу понимает, что ага, значит, тип этого форм-контрола будет строка. Или там, если указываешь что-то другое, ну, окей. Там integer, тогда integer. Вот, и да, это, на самом деле, это была очень болезненная тема. Вот, и после как бы появления форм стало, ну, попроще, и более безопасно разрабатывать более масштабные формы, большие динамические формы, там, где много динамики, и, да, и, но это, опять же, сопровождалось тоже такой, все, кто переключались на строго типизированными, это половина всего падала, потому что, ну, any type, и там со временем, ну, накапливаются ошибки, которые, ну, ты просто пропускаешь, там, например, когда ты делаешь ресет формы, она же становится null. Ну да. А никто не проверяет на там null или не null, все-таки, а, окей, у меня ж тут даже initial, когда ты создаешь форм control, ты можешь дефолтное, как бы, значение указать, там, строку просто, но когда ты делаешь ресет формы, она сбрасывается в null, не важно, что у тебя там инициализация происходила с пустой строкой, и никто же этого, ну, как бы, не проверял, и поэтому многих подали формы, но нужно отметить, что Angular Team, они сделали, они оставили старые формы, они просто их добавили, там, определенный префикс, уже не помог, а, ну, в общем, ты мог сказать, что вот эту форму, пожалуйста, не мигрируй на строго типизированный, и она там, в общем, миграция, это такой скрипт, который автоматически как бы делал для тебя, за тебя работу, то есть он такой говорит, а, окей, эта форма, значит, будет работать по-старому, мы не будем проверять типы, ничего, а все остальное как бы, ну, мигрировалось, то есть ты мог шаг за шагом, форму за формой, мигрировать с нетипизированных в строго типизированные формы, вот, это вот одна крутая вещь, которую Angular Team делает, они очень часто вот дают такие скрипты, они называются скематики, для удобной миграции, и они работают очень над тем, чтобы сделать его backwards compatible, потому что они, видимо, выучили урок миграции с AngularJS на Angular, теперь они прям, да, парятся. хорошо, с формами понятно, и последнее, наверное, про что тоже хотел поговорить в этом блоке, это про control flow, ты уже про него упоминал, новый синтаксис через вот эту собачку, да? Да, да, да. То есть, раньше, насколько я помню, это все делалось через property в тегах, или как? Ну, допустим, если тебе нужно было сделать витление if, в зависимости от чего-то показывать один код, в зависимости от другого, другой код. Так, это ты, наверное, путаешь с AngularJS. Наверное. Это было ng-if, тег, точнее, атрибут. Да, да, атрибут, атрибут. Это, кажется, AngularJS. Ой. Это ты и так далеко катнул. В Angular 2 за это отвечали структурные директивы. Это такие чуваки, которые они могли кусочек темплейта, вот его в зависимости от определенных условий, там, например, создать или скрыть. А с точки зрения кода это как выглядело? Это выглядела такая звездочка, потом название директивы, и потом равно, и в скобочках там значение какое-то указывалось. Ну, в зависимости от директивы, там разные у них API, вот, ну, если взять, например, if, то это выглядело как звездочка, ng, if, и потом значение true или false. Если true, то она, вот этот кусок HTML, к которому она добавлена, она показывает его, если нет, то этот кусочек HTML кода, он просто, ну, удаляется, не скрывается. А директивы, это по факту атрибуты HTML или нет? Там есть два типа директива в Angular, есть обычный, вот то, что ты сказал, как просто атрибут, и они они не манипулируют домом, то есть они могут отлавливать какие-то ивенты, реагировать как-то на это, они могут приносить новые какие-то импуты к дом-элементу, но они не меняют его структуру. А вот структурные директивы, они как раз вот сделаны для того, чтобы менять структуру. Структурные они просто они могли просто среди кода у тебя звездочка ngr ну да, вот у тебя дом-элемент какой-то там div, да, и в нем ты прям пишешь звездочка ngif и там условия. Вот, и по сути то, что они делали, они просто структурные директивы либо создают кусок HTML, либо его удаляют. Это, собственно, что они делают. Просто там разные типы директив, они немножко по-разному работают. Например, ng4 это тоже структурная директива, которая создает кусочек HTML, повторяет его просто, когда тебе нужно однотипный какой-то темплейт несколько раз там отрендерить. И вот она принимает просто массив и потом... Чем это не удовлетворяло? Зачем нужно было control flow придумывать? Проблема была в том, что когда мы переехали на standalone API, то получилась такая ситуация, что все эти директивы, они стали тоже standalone, и ты должен в компоненте их указывать. То есть, если ты используешь ng-eve, ты должен добавить его в зависимость, ты должен добавить еще что-то. И это очень надоедало, и это первая причина, а вторая причина это то, что используя control flow, они могли, ну, я имею в виду, Angular Core Team, они могли это все встроить в сам фреймворк таким образом, что ты не должен был использовать вот этот API структурных директив, то есть, ты мог обращаться, так как это встроено прямо в фреймворк, ты мог использовать структуры данных, и структуры данных, которые в самом фреймворке вшитые, ты мог это сделать намного быстрее, не продираться через вот эти все там, ну, я не знаю, этот call stack, который там через, ну, вызывается, когда ты работаешь с структурами директива, ты мог прямо там внутри фреймворка это все делать, и плюс ты мог это все, и это, собственно, сделали, подстроить это, подружить это хорошо с сигналами, и сделать их взаимодействие как можно более эффективным, и они, новый control flow привнес не только, для меня лично более код стал чище и понятнее, что происходит, и особенно для людей, которые вот только пришли в Angular, для них это очень понятно, но они из-за вот этой оптимизации, из-за того, что это все работает уже на нижнем уровне, это повысило производительность, и причем довольно-таки серьезно. Вот, я недавно разговаривал с нашим другим AngularGD из Вены, Михаил Гладкий, если кто хочет, может там погуглить, он прям специализируется на перформансе, очень-очень серьезно, и я с ним говорил, он говорит, что новый control flow на данный момент он привнес самый большой вклад в перформанс, серьезно ускорил его даже быстрее, чем сейчас сигналы. Но сигналы еще на ранней стадии, они еще не полностью интегрировались в Core, но... Для этого еще надо control flow внедрить текущее приложение. А там на самом деле это довольно просто. Есть и схематики, которые это все за тебя сделают, ну и там в принципе довольно понятно... Ну и ты же можешь параллельно использовать control flow ты можешь параллельно, да-да-да, конечно. Просто конкретно эти структурные директивы ng-eve, ng-for и ng-switch они просто дупликейтят и все. Продолжим. Дальше я хочу еще тебя поспрашивать по минусам, которые предъявляют Angular. Давай, наверное, так. Тут большинство этих минусов это что-то устаревшее, я просто буду называть минус, а ты говори что в Angular есть, чтобы этого минуса избежать, а может ничего нету, может ждем чего-то. Самое первое, про что мы уже говорили, это производительность приложений при больших размерах, мол, что с ростом приложения в Angular становится все медленнее-медленнее интерфейс. Ну, наверное, сюда же можно внести большой размер сборки. Актуальны ли это еще проблемы, сравнивая с другими фреймворками? Действительно ли Angular выделяется тем, что он на больших приложениях тормозит все еще, и что у него большая сборка, либо это уже мифы? Большая сборка это, скажем так, скорее миф уже, то есть он похудел серьезно, очень серьезно по сравнению с, ну, там, из-за старыми Angular 6 или из-за того времени. То есть с каждым релизом они все больше и больше работают над тем, чтобы трешейкать много чего, и бандл, ну, как бы худеет Angular, да, с каждым новым релизом лучше и лучше. Это по поводу бандл-сайза, я бы сказал, что это частично уже в миф превращается, вот, хотя, если, наверное, сравнить с другими фреймворками, там, наверное, с тем же Svelte, с Oli.js, конечно, Angular все еще будет в таком побольше, да, ну, опять же, тоже надо смотреть там тот же, например, React, с которым связывают, надо смотреть, что там в React, что там просто он за Vue отвечает, да, если мы подтянем router и прочие формы и так далее, ну, там уже посмотреть... Откуда вообще этот дурочек, извиняюсь за выражение, но дурочка берется по поводу размера бандла, просто вот мы в прошлый выпуск когда снимали с Глебом Михеевым, он говорит, вот в Angular минус жирный бандл, я говорю, сколько? 120 мегабайт, да серьезно? Да тут сайты в среднем, блин, по 5-6 мегабайт весят со всеми картинками, что тут 128 килобайт загрузить? я, честно говоря, я тоже не вижу большой такой проблемы, что за вот это гоняться за килобайтами, за лишними, не знаю, зависит от приложения, очевидно, зависит от приложения и того, какую цель ты преследуешь. Если, ну, я не знаю, производительность и вот этот, ну, скорость загрузки приложения реальная для тебя, вот для твоего бизнеса важна, ну, окей, тогда может быть Angular и... Ну, вообще, с другой стороны, да, могут накидать, если мы делаем сервис на миллиард загрузок в день, миллиард загрузок, там, 2 килобайта экономия, то уже там много-много трафика экономия. То есть, все приложения, с которыми я работал, там не требовалось. Окей. А по поводу производительности? Производительности тут интересно становится, потому что я недавно видел твит в сравнении бенчмарк Angular с сигналами, вот первые там попытки в зонелес, ну, вот без зоны, это change detection новый, и по рантайму он обошел всех, кроме SolidJS. Опять же, это очень ранние, в общем, тесты, и если я найду, я, может, тебе скину суток, ты сможешь там разместить, добавить, да. То есть, раньше, когда говорили про приложение, которое тормозит, то почему-то там в 99% условно кажется субъективно, это всегда был Angular, то сейчас скорее не так. Зависит от того, кто это делает. Ты можешь на Angular написать очень плавное, очень классное приложение, это без проблем. Angular, скажем так, он дает тебе все, чтобы такое приложение сделать. Воспользуешься ли ты этой возможностью, это уже зависит от тебя. Ты можешь на любом фреймворке взять и написать тормознутое приложение, ты на Vanilla.js напишешь, можешь написать, если там тормознутый код, ну, мне так кажется. При наличии прямых рук все получится. Да, да. Например, еще, ну, по поводу тормознутости, да, что мы еще можем подразумевать. Это ж может быть, как и Angular, а может это просто у тебя неоптимизировано в плане ты блочишь как-то main thread в JavaScript. Вот когда ты его блокируешь там больше, чем на 16 миллисекунд, ты чувствуешь вот эти, ну, скажем так, рывки или там падение FPS, если это приходит к анимации. Вот. И это как бы, ну, сама по себе более JavaScript проблема, нежели конкретно фреймворка. Да, то есть, если ты, например... Ну, видишь, просто Angular дает настолько много всего в себе, что сильно больше пространства для того, чтобы выстрелить в ногу и сделать какой-то тупняк. Мне казалось, что в этом еще фишка. Ну, типа, ну, что там того реакта? Там того реакта типа одна библиотечка, что там пространство поменьше, чтобы выстрелить. Ну, и да. Ну, условно. Мы же все знаем, что и на реакте можно написать такое, что на реакте даже проще что-то подобное написать, потому что у него как вообще конструктор там он очень флексибл, а флексибилити это палка в двух концах. То есть, ты можешь, если, опять же, возвращаемся к ровным рукам, если ты с ровными руками, ты сделаешь на реакте тоже все классно, а если ты сделаешь все криво, то там тебя не спасет Svelte, React, Angular, Angular вообще. Следующий минус, который приписывает Angular, это то, что он зависит от TypeScript. Ну, я не знаю, считать ли это минусом. На Angular до сих пор нельзя писать без TypeScript. Это всегда идет в паре. Да. И что в этот минус включают? Я сейчас снова оставлю все холивары по поводу того, что TypeScript там нечестно строгий, что есть edge case, в которых там ужас, у тебя типы проверяются неправильно. Это мы оставим Тимуру Шамсидинову, он в этом отлично вам расскажет. Я тут про то, что Angular волей-неволей тебя заставляет изучать синтакси TypeScript. TypeScript это нет-нет, да, надо множество языковое, надо условно новый синтакс изучить. Людям, которые строгают типизацию сильную, не знаю, что такое, еще и новую концепцию в голову вкладывать. И вот тебе получается, что для команды, которая никогда с TypeScript не работала, это просто здоровенный ввоз головника, чтобы начать с нуляром работать, постичь еще и TypeScript. Вот что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, это была большая проблема раньше, когда TypeScript не был так популярен, а он, честно, стал популярен. Я не знаю, по моему мнению, TypeScript очень... В мире Angular живешь, у вас по-другому нет. Возможно, да, это, да, возможно, у меня немножко предвзятая точка зрения, но мне почему-то кажется, что TypeScript сейчас куда более популярный и распространенный, чем это было, когда мы только начинали. Вот когда Angular 2 появился, да, можно было сказать, что вот, нам тут заставляют нас учить TypeScript, а TypeScript это очень новое такое технологии. А сейчас, ну, все попроще стало. Ты же видел эти, блин, твиты, где чувак просто скидывает какое-нибудь описание типа в TypeScript. Просто вот такое вот полотнище. Это есть такое. Ну, вот ты с таким сталкиваешься в Angular? Ну, бывает такое. Но это же... Приходится заморачиваться по типам. Стрелиться просто. Да, я не знаю, я привык. Мне нормально. Ну, ладно. Хорошо. От этого никуда не уйдешь. Скажем так, ну, ты любую технологию, в принципе, возьми, там можно... В реакции нет TypeScript-то. Не, я имею в виду, что можно найти плюсов и минусов в любой технологии. Ты можешь найти плюсы как в TypeScript-те и минусы, и... Ну, а ты сам как к TypeScript-ту относишься? Типа, любишь, не любишь или просто есть и есть, окей? Больше люблю. А почему? Не знаю, но все-таки он дает чуть больше уверенности в твоем коде, чем, ну, просто на JavaScript-те писать. Ну, там, скажем так, не знаю, может, по факту, но на уровне ощущений, по крайней мере, мне приятнее, что есть еще кто-то, кто, если что, если я тупану, он там... А не бывало такого, чтобы ты на TypeScript перекладывал ответственность и потом оказывал, что на самом деле там вот он не так работает, как надо? Ну, то есть вот такие, вот такие выстрелы себе в ногу не отворачивают? Может, и были, но спасал он намного чаще, чем подводил, поэтому... Следующая штука, за которую вот прям даже я, помню, с этим сталкивался, это обновление миграции. Фреймверк обновляется раз в полгода, по-моему, по стандартной политике, мажорная версия. И несмотря даже на то, что есть миграционные инструменты, особенно в маленьких командах бывает, ну, больновато большой проект мигрировать, особенно если там изменились какие-то core-функционал, core-библиотеки, интерфейсы и все остальное. Как вы с этим уживаетесь, с тем, что постоянно новая версия? Ну, у них политика того, что, когда появляется мажорная версия, она, ну, чаще всего, она не сильно ломает приложение. То есть, у них обратная совместимость достаточно хорошая. Происходит время от времени такие события, когда, да, приходится всему комьюнити как бы плавненько мигрировать. Вот Ivy был, например, пример такого, когда там появились и строгие темплейты, которые я упоминал. Вот это требовало времени для того, чтобы весь комьюнити, все библиотеки, вся вот эта инфраструктура постепенно мигрировала. Но, ничего, пережили, и как бы сейчас таких проблем, как вот, например, AngularJS и Angular, такого вообще даже приблизительно нету. Сейчас поспокойнее. Да, бывает неприятно, особенно те, кто, скажем так, хакает фреймворк, делает это не совсем так, как это должно было сделано, тогда, да, тогда могут миграции быть иногда полезенными. Но в целом, если приложение сделано, ну, скажем так, назовем это AngularWay, то там половина что-то миграции могут подхватить и помочь тебе мигрировать, а что-то, в принципе, можно сделать инкрементально. Тебя в этой штуке никогда не удручало? Меня? Меня удручало в то, вот в версионировании. Еще с Дотнетов у Майкрософта тоже традиционно там поддержка типа между версиями еще более-менее, чуть дальше смотришь, там в ногу себе можно в голову выстрелить, потому что это трындец. Меня всегда удручало, мне всегда казалось, что, блин, корпорации таким образом нас подсаживают на иглу постоянной разработки ни о чем. Типа вот ты сел, разработчик, написал классный функционал, классное приложение, оно, сука, работает. Ты запустил его, для себя написал, например, запустил у себя на сервере, и тебе все равно раз в полугода надо ходить его обновлять, хотя оно работает. Не трогайте, блин, меня, оно работает. Но если я хочу внести через год какое-нибудь изменение, вдруг мне захочется, мне надо два раза в год сходить и поднять версию, чтобы потом себе не иметь больших проблем. Вот, и это пипец как удручает. То есть, ты вроде сделал рабочее, оно работает, и тебе все равно надо ходить и какой-то код там изменять. Это какой-то заговор, сука. Нет тебе такого ощущения? Возможно, потому что я очень долго с этим всем работаю, я, возможно, просто настолько привык, что этого как бы, ну, для меня это просто часть работы, и я как-то не сильно замечаю. Но бывает, да, бывает, когда миграция происходит, бывают дремя, когда миграция происходит очень тяжко. Просто ты страдаешь, да. Мне мои друзья что говорят? Они говорят, ну, ты же хочешь новый функционал, поэтому обновляйся, там завезут что-то новенькое, оно будет быстрее работать. в этом есть смысл, да. Ну, сука, FFMPEG написали давным-давно, он работает, его никто не трогает. Ну, не знаю. Ну, вот, вот так. Все-таки фронт-энд более динамичная вещь, чем видео. А есть ли какие-то облегчат процессы миграции? Вот ты рассказывал, что есть скрипты, которые они предоставляют. Скематики. Скематики. Плюс не ломать фреймворк, делать так, как... А вот я помню, сталкивался даже во времена второго ангуляра, даже, во времена второго ангуляра сталкивался с тем, что много чего не было реализовано, приходилось своими какими-то обходными путями реализовать часть функционала. А сейчас... Например? Ох, чтобы я вспомнил. Типа стоит менеджмент. Ну, типа стоит менеджмент, да, когда еще не устаканился, он-то и что-то свое грозил постоянно. Ну, сейчас вроде такой особо проблемы. То есть, что-то с нуля ты не пишешь, обычно все есть. По-разному еще зависит от политики компании. То есть, если она не против, чтобы ты использовал там сторонние библиотеки, то ты можешь найти, в принципе, ну, большинство того, что тебе нужно, ты можешь найти в опенсорсе. Но бывает иногда, что ты должен, да, сам писать, потому что политика компании говорит, что мы вот все самописное, вот у нас все свое. Тогда такой компании ангуляр не нужен. Ну, да. Да, тогда они с эти ацсвелт пишут. Да. Хорошо. Последнее, что меняет ангуляру, и, наверное, одно из самых валидных, кажется, будто бы из всех существующих компонентно ориентированных JavaScript-фрейморков ангуляр самый сложный для начинания, потому что у него здоровенный обвес, начиная от собственной библиотеки, заканчивая TypeScript-ом, заканчивая всяческими другими штуками, которые тебе нужно знать, RxJS-ом и всем остальным, чтобы работать эффективно с ангуляром. Как с этим бороться, как упростить вход в ангуляр? Это так. Это и есть такое. И ангуляр команда, они это все прекрасно понимают. Собственно, последние изменения ведут к тому, чтобы облегчить вот как раз этот процесс, процесс обучения. То есть какие были довольно сложные или, да, какие самые сложные в принципе были моменты, это вот, например, RxJS, это, ну блин, ну правда, это сложно. Я не знаю, может кому-то кажется RxJS простым, но для меня это лично была очень такая тяжелая часть, миграция с промисов к RxJS, это прям было больно. И она становится опциональным теперь и будет подключаться ну когда нужно. Но это произведет ну не в этой версии ангуляра, может в следующих или, то есть у них там есть roadmap, который показывает, что все-таки они идут к опциональному RxJS и в какой-то момент они не будут его включать, будет по умолчанию сигналы, которые концептуально намного проще и они существуют похожие вещи в других фреймворках. Например, это сигналы в ангуляре очень были, ну так, инспирированы SolidJS. Вот, то есть реактивщина станет чуть попроще, RxJS будет подключаться только когда он нужен, я считаю, что это хорошо, потому что его начнут использовать более осознанно, понимая, что для чего ты его подключаешь и зачем. Вот, плюс убрали ng-модули, то есть раньше, как я говорил, невозможно компонент без ng-модуля, то есть ты как только делаешь Hello World Application, ты сразу должен понять концепцию модуля, потому что ты должен там импортировать другие компоненты, которые ты создаешь туда, но смысл какой это для Hello World, для простых приложений, но это лишний, короче, к тому, что команда идет к облегчению. Да, вот они убрали ng-модуль, они делают опциональным RxJS, и они упрощают немножко механизм change detection тоже, потому что zone.js теперь уходит, все будет на сигналах и намного проще. Для этого не нужно будет потом создавать несколько типов режима change detection, on push change detection, default change detection, то есть это все уйдет, уйдут с сигналами lifecycle hooky в компонентах, когда change detection когда происходит, там вызываются определенные lifecycle hooky у компонента. Вот половина из них, я думаю, где-то примерно уйдет, то есть их не нужно будет тоже учить, и помимо этого, скорее всего, я что-то еще забыл, но вот такие главное, что TypeScript, ну да, ну, ты повел мою галочку. Вряд ли, я думаю. Смотри, ну это же круто, если вы отвязываетесь от TypeScript, то можно сразу говорить, что вы, как все остальные, как Vue, как React, все, у вас по сложности одинаковая вкатка, просто убрать TypeScript. Ну, я не думаю, что это возможно, это такие бурления начнутся. Кстати, забавно, Angular, гугловый фрейм, TypeScript Microsoft-овский на уровне Angular-а, получается, так закорешились две компании, которые конкурируют во многом. Ну, да, есть такое, ну, да, интересный такой симбиоз с упрощением, как говорится, хотели, как проще получилось, как обычно, да. То есть, сейчас, в какой ситуации мы, получается, еще новые API, сигналы, все это круто, это все завезли, еще не выработались некие там, скажем так, я не люблю это слово, best practices, но, скажем так, рекомендованные способы, как с этим всем работать, новые паттерны не появились, да, еще не привыкли, и осталась еще огромная база кода, которая использует те же NG-модули, тот же RxJS, и все-все-все. И, получается, упростили это все дело для кого? Для чувака, который приходит в Angular первый раз, и он начинает проект, Greenfield проект, новый. А потом ему Legacy плечи дает, и он такой... В реальности, да, в реальности ты такой приходишь, сигналы классно, такой, выучил это все, а потом тебя кидают на Legacy, и ты такой, привет, NG-модули, привет, RxJS, и все-все-все-все-все, с этим... То, от чего как бы... То, что делали опциональным, оно как бы... Не, ну от Legacy мы никуда не учим. и приходится учить им и то, и старое, и новое. И это, конечно, проблема. То есть, должно пройти время, когда это все как-то устаканится, и потом уже будет, да, намного веселее. Смотри, все равно получается, что, забавную вещь, я при подготовке заметил. Для того, чтобы быть ангулярщиком хорошим, тебе нужно хорошо владеть специальным языком программирования, TypeScript. Да. Назовем его специальный язык программирования, несмотря на то, что это надо множество. Тебе нужно владеть очень большим фреймворком, самим ангуляром, это большой фреймворк, он там уровня столпотворяющего для целой сферы, можно сказать. Тебе нужно владеть достаточно базовыми концепциями типа реактивного программирования RxJS. Да. Ну, чтобы, я сейчас говорю про эффективную работу, в принципе, ангулярщиком, то есть, лего сюда включаем. И тебе нужно, ну, в принципе, все, три компоненты. Да. Но эти три компоненты, в принципе, накладываются на любую профессию программиста. Например, чтобы быть хорошим питонистом, тебе нужно знать язык программирования питон, тебе нужно знать, например, там, Django веб-фреймворк, тебе нужно знать, что в питоне все херово по точности. Все те же три вещи. То есть, получается, чтобы быть ангулярщиком, программистом внутри языка JavaScript, тебе нужно знать, на самом деле, местами даже больше, чем человеку на вакансию просто JavaScript-разработчик. И отсюда появляются вакансии. Типа, не JavaScript-разработчик, или не senior JavaScript-разработчик, а отсюда появляется логичная вакансия senior Angular-разработчик. Да. И потом поднимается бугур, типа, как так? Люди приходят, умеют с ангуляром работать, но не знают, как на Vanilla.js там баблинг работает. Да им в хер это не дулось, извините, если у них тут сильно более высокоуровневые проблемы. Да, вот как ты относишься к тому, что есть вакансии вот такого рода, типа Angular, senior, Angular, middle, действительно ли они обоснованы, и вообще, насколько нормально, когда senior JavaScript-разработчик разбирается в JavaScript, все сильно лучше, чем senior Angular-разработчик. Вот так. Ну, мне кажется, это имеет смысл в определенных моментах, когда тебе нужен senior Angular, то есть все равно нужен человек, который будет понимать прям очень детально фреймворк, который может делать какие-то, решать какие-то узкие проблемы и использовать фреймворк максимально эффективно, что важно, потому что ты, ну, ты можешь быть крутым JavaScript-разработчиком, все понимать, понимать баблинг, как работает, и все-все-все-все, но ты должен понимать также нюансы фреймворка, чтобы его эффективно использовать по итогу. Поэтому я думаю, что отчасти это оправдано, но также я думаю, что человек, который уверенно работает с JavaScript-ом, он разберется по итогу и с Angular. А человек, который уверенно работает с Angular-ом, он по дефолту уверенно работает с JavaScript-ом? Ох. Ну, просто вот это... Заставляешь меня обобщать? Просто вот этот срач, я не понимаю этот срач по поводу того, что senior Angular-разработчик херово знает JavaScript. Да, come on, он работает с фреймворком, который построен на JavaScript-се, он работает с TypeScript-ом, который надо, чтобы понимать, надо знать JavaScript. У меня в голове не может Angular-щик не знать JavaScript. Я лично тоже такого не встречал, поэтому... Ну... Хороший Angular-щик. Да. Да. Потому что... Ну, я лично не встречал такой ситуации, когда человек умеет только в Angular, но не умеет JavaScript. Не знаю. Окей, хорошо. Может, кто-то встречал просто и отсюда это все идет, но не знаю. Как сегодня лучше всего Angular изучать тем, кто хочет вкатиться? У Angular появилась новая документация Angular.dev и там они... У них есть интерактивные, в общем, плейграунды, в котором ты можешь прямо пойти и попробовать фреймворк прямо в браузере, не отходя от кассы, так сказать. Вот. Что-то похожее, как Svelte сделали тоже. У них там есть интерактивный плейграунд. И, да, это новая документация. Это вот... Они задеприкейтят Angular.io со временем и Angular.dev будет вот новая, которая... Ну, она, правда, получше, она лучше структурированная. Там теперь будут обновлены все гайды, потому что старая, честно говоря, она... Ну, много там... рекомендаций, они уже были немножко устаревшие. Вот. В новой это будет все описано, переписано. Вот она... Я не знаю, она уже вышла с бета или нет, это новая документация, но я думаю, там, уже скоро должна выйти. Поэтому я рекомендую вот идти туда в первую очередь и смотреть там. А чтобы ее понимать, тебе что уже нужно знать? В плане, там, JavaScript? Да, 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 технологический стек. Так. Ну, у тебя явно вот эту связку HTML, CSS, JavaScript 100% нужно знать. Просто я не знаю, как это ты... Ну, а... Скажем, если ты не понимаешь, как работает ООП, ты сможешь доку понять? Там это все объяснено? Что такое инжекшины, dependency injection? Конечно. Это все объясняется? Конечно. Dependency injection, там целый отдельный раздел есть, в котором это все объясняется. Куча есть материала. TypeScript, а если ты не знаешь? Ну, TypeScript, я не знаю, у тебя прям серьезная проблема с изучением TypeScript. У меня, как у Sharp, вообще нет проблем. TypeScript сделали, чтобы Sharp, чтобы JavaScript ушли. У меня, например, тоже не было проблемы. То есть я до этого писал на JavaScript, и я быстро довольно перешел на TypeScript. Ну, если так, то хорошо. Он меня немножко подбесивал. Я всегда делал скрипку на BIOS. Я-то любил строить типизацию в C Sharp, и мне TypeScript хорошо лег. Мне просто он подбешивал то, что ты должен писать эти типы. Ну, ты к тому, что знаешь JavaScript, понять, как работает обертка в виде TypeScript, несложно. Да, по-моему, нет. Окей. Но чтобы читать документацию Angular, тебе уже надо понимать, что такое TypeScript. Ну, желательно, да, хотя бы на базовом каком-то уровне, да. Окей. Желательно. Пошли мы на Angular Dev, да? Прочитали все, поняли, выучили. Достаточно ли будет этих знаний, JavaScript, HTML, CSS, Angular, TypeScript, для того, чтобы уже идти на работу ангулярщиком? Или тебе нужно еще что-то вокруг подучить? Ну, естественно, изучив документацию, мы уже подразумеваем, что мы понимаем RxJS, что такое, ZoneJS, потому что это все в доке будет, скорее всего, так или иначе. Это к тому, что нужно ли еще какие-то базы данных поднимать, какие-то серверные технологии, что-то еще вокруг, что нужно будет обязательно при работе с Angular. Тебе же нужно обязательно понимать, как клиент-сервер работает, как там REST API, как его вызвать, как получить данные. А документации про это не будет сказано, скорее. Какие-то архитектурные моменты? Ну, наверное, нет. Я не знаю, честно говоря. Новая, она еще меняется, и я, по крайней мере, я не видел чего-то такого. Вот. То есть базу надо подсоединить? Да. Ну, то есть там объясняется, как делать запросы на сервер, как вызвать какой-то endpoint, но там не приводится, типа, что такое REST, какие типы запросов там бывают, put, get, post и так далее. То есть это, возможно, скользь упоминается, но это как концептуально не рассматривается в документации. Архитектура построения самого приложения на ангуляре. Так и будет? Есть там рекомендации, как это делать, но прям... Ну, архитектура, это что же, ну, там прям... Ну, там уже, да. От проекта до проекта зависит тоже. Там сложно подобрать прям универсальный рецепт архитектуры, который подойдет абсолютно всем. База данных нужна ангулярщику? Какие-нибудь in-memory база данных? Не знаю, представления того, как работает... Ну, как минимум Local Store, хотя Local Store это слабо можно назвать база данных. Ну, да, очень с натяжкой. SQLite, надо тебе, как ангулярщик, узнать, как разворачивать? Нет. Есть, например, база данных в рапперы вокруг... WebSQL был, который деприкейтед, а сейчас это вроде бы и на DB. В общем, там есть обертки вокруг этого всего дела, но это больше... Нужно, если ты Progressive Web Apps, PVA application, когда делаешь, то тогда, да, там... То есть ты же должен хранить где-то данные свои как бы постоянно, и Local Storage, ну, не всегда тебе дает все, что тебе нужно. И как бы хорошо иметь понимание, но это не всегда, не каждое приложение должно быть... То есть это скорее частное-частное какие-то знания, которые не... Да, это я бы не сказал, что это обязательно знать. То есть вряд ли на собеседованиях тебя спросят внезапно про знание баз данных, SQL-то. Алгоритмы? Очень вряд ли. Опять же, зависит от компании и что конкретно вы разрабатываете. То есть, например, если ты делаешь какой-то, ну, условно, я не знаю, таск-трекинг какого-то приложения, да, условный Trello, клон Trello, но я думаю, вряд ли тебе там пригодятся как-то сильно структуры данных, алгоритмы, потому что все-таки тех структур данных, которые тебе JavaScript дает, которые, ну, там уже тот же массив тебе не нужно там его создавать, да, там внедряться в недры вот этого всего дела. То есть ты довольно комфортно будешь себя чувствовать и с тем, что у тебя есть. Но, опять же, а если ты разрабатываешь что-то серьезное, что-то, что требует очень высокой производительности или там, я условно говоря, свой фреймворк пишешь, там ты без структур данных и алгоритмов ты же далеко не уедешь. Да, понятно. Как вообще дела на рынке ангулярщиков? Я человек, который давно не следил за рынком JavaScript, вот не знаю, сейчас востребованы именно ангуляр разработчики, или может что-то новое появилось, может появилась компонентно-ориентированная разработчик. Senior компонент во время т.д. ну ангуляр все так же в топ-3, то есть он этот тандем React, React, Angular ничего не изменилось, конечно, меньше там вакансий, чем под React. Так и меньше, проиграл гонку. Да, ну по-моему, очевидно, давно. Окей. То есть может не совсем в Австрии, это тоже зависит, например, от страны. Я живу в Австрии, я могу про австрийский рынок, например, немножко рассказать. Вот, по-моему, Австрия, если бы выбирали столицу ангуляра, возможно, Австрия была бы той самой столицей ангуляра, потому что у нас, например, концентрация Google Developer Experts по ангуляру в Австрии, наверное, если учитывать население страны, одна из самых высоких. у нас 5, кажется, на всю страну ОДЖИ, а это только сколько там, 7 миллионов населения, и сколько там девелоперов. В Австрии еще же она не самая, скажем так, девелопер. Да, 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 это там Германия больше, Нидерланды, Ирландия. Вот, но у нас очень распространенный ангулар, и там, в принципе, как таковы, больших проблем с поиском работы, но я, по крайней мере, не испытывал. Когда я переехал туда в 2017 году, я вообще испытывал проблемы с тем, что я не знал местных законов, я не знал, что без высшего образования ты можешь, в принципе, работать в Европе. Потом я, когда немецкий уже подучил, я вернулся к странице, там, где условия написаны, и там оказывается, что можно просто надо набрать определенное количество баллов, вот, и, да, то есть бюрократические проблемы были, а вот именно с поиском работы проблем, я не припомню, чтобы у меня были какие-то проблемы. А в мире, ну, я тоже думаю, что нормально, не так много, наверное, как для, там, реактора для того же, но, я думаю, каждый найдет себе место. А как вообще это, как это тебе вообще посло от реактора-то? Кажется, это бы вас туда-сюда постоянно гоняют, нет? Да, нет, ну, то есть реакт меня стороной не обошел, то есть я говорил, что у меня есть опыт на реакте, и я сам делал там, ну, короче, дома просто хобби-проект, и я делал это на реакте, точнее, на реакт-нейтив. Не, ну, это совсем другое, наверное. Ну, не совсем, ты пишешь, по сути, реакт, тот же самый реакт, который просто потом, ну, компилируется в, там, то, что можно запустить на iOS или, там, на андроиде. В целом, в плане синтаксиса, в плане того, ну, там, всего остального, это тот же самый реакт. Ну, и на реакте обычном тоже я работал, то есть это, он меня не обошел стороной, просто он мне, ну, как-то не зашел. Мне не сильно понравилось, даже не то же за то, что его в основном хейтят, за то, что они миксуют там темплейт, логику и стили. У меня больше то, что у него нету некой, скажем так, какое-то, правильно сказать, постоянства, что ли. Я имею в виду к тому, что, например, ты не всегда можешь переиспользовать знания, которые ты получил в одном реакт-проекте, это не факт, что ты полностью их сможешь использовать в другом проекте. Почему? Потому что разные солянки библиотек? Да. Например, ты, вот у них там, насколько помню, было несколько роутеров, я не знаю, как сейчас, может уже все свелось к одному, но два, как минимум, я помню, было. И вот ты выучил новый API этого роутера, а потом приходишь в другую компанию и тебе говорят, ну вот, слушай, у нас вот другое. И ты знания, которые ты получил на предыдущем проекте, они не очень-то пригождаются тебе в следующем проекте. А в Angular, если ты выучил Angular Router, ты просто приходишь в новый проект, там такой же точно Angular Router. И это круто, потому что ты, ну, если ты хорошо выучил на предыдущем проекте Angular Router, ты можешь прийти и улучшить код сразу же, ну, условно говоря, сразу на другом проекте, потому что, ну, это то же самое. А в React, ну, как-то это немножко удручает, что ты не можешь как бы аккумулировать стопроцентно все знания, которые с предыдущих проектов ты получил. Если поговорить про еще какие-нибудь аналоги, может, что-то у вас новое появилось, потому что, вот, когда мы последний раз снимали про компонентно-ориентированные фрейморки, тогда был Vue React Angular, и еще тогда доживал свое Ember набирала по роду Svelte. Как сейчас с этим дела? Примерно, то есть, точно так же Svelte, не знаю, как он набирает обороты или нет, но когда я попробовал его, мне очень понравилось. Единственное, что, например, для своих каких-то домашних проектов я его почему не взял, потому что все-таки у него не так хорошо скомменяют по какой-то причине, все говорят, что Svelte прикольный, Svelte крутой, но он как-то не может набрать вот этой критической массы, после которого он, знаешь, как-то полетит нормально, вот чего-то ему не хватает, но он такой прям отличник, знаешь, ему людей не хватает, потому что все в React Angular и в UX. мы же там закопались в Legacy этих фреймворков и просто не могут, не знаю, но скажем так, если бы я учил что-то, если бы мне нужно было что-то учить, кроме Angular, я бы выбрал Svelte, я его уже пытался, и мне прям понравилось, я даже точно не могу сказать, что мне понравилось, но вот как-то с ним приятно работать, да, он делает, в принципе, то, что ты от него ожидаешь, без никакой особой магии, то есть все просто понятно, лаконично, вот лаконично это особо хотелось бы отметить, потому что когда я перешел обратно со Svelte в Angular, такой думаю, блин, зачем мы столько кода пишем, для того, чтобы сделать элементарную какую-то вещь, например, в Svelte ты создаешь там header.svelte, например, там их завезли расширение, и ты просто пишешь HTML, все, это валидный компонент Svelte, не надо ни класса никакого, никаких там селекторов, ничего, но вот header, может же быть компонент, в котором нет логики, просто это кусочек view, который ты можешь как-то в разных частях переиспользовать, но в этом же есть смысл, но по-моему есть, зачем, а в React, в Angular, когда ты возвращаешься, это такой компонент, это у тебя класс, это у тебя аннотация, это у тебя селектор, это ты еще должен сказать, что это stand-alone true, а если ты не скажешь, что это stand-alone true, то ты должен создать модуль под это дело, и ты такой, блин, зачем мы столько всего делаем, а еще в Angular, вот за что я могу поругать, за вот эту избыточность, потому что до сих пор мы должны импортировать, например, компонент через ES6-модуль, например, через просто импорт, и там в скобочках такой-то компонент, и мы должны его еще добавить в массив импортов, чтобы Angular компилятор разобрался и понял, что к чему, то есть ты два раза должен по сути импортировать в двух разных местах, над этим уже работают, и кажется, вот скоро это все завезут, но посмотрим. Слушай, очень тепло осваиваешься, надо сделать про осваивку что-нибудь тоже. Да, да. Ты сегодня еще называл Solid.js, я никогда не слышал, что это такое. Solid.js это еще один, наверное, не знаю, как там правильно назвать, фреймворк, библиотека, скорее всего, библиотека. Она очень, скажем так, вдохновена React, она выглядит очень похоже на React и будет, скорее всего, очень знакома тем, кто в React-усорке. Они более лайтовые, и у него очень высокие показатели производительности. оттуда же пришли сигналы, там, где в Solid.js они активно используются, это все на вооружение взял Angular команда тоже, вот, и у них очень маленький и bundle size, и, в общем, и по скорости они крутые, и очень, как бы, похожи на React, что в теории должно перетянуть какую-то часть React-комьюнити туда. Но он еще очень молодой, еще тоже очень много непонятного с ним, что он наберет критическую массу, чтобы вклиниться вот это трио, или там не получится, это посмотрим. Ну вот Svelte, Solid.js, из новых таких, прям, новых-новых, это, ну, стоит за ними следить. Из остального... Backbone? Backbone. Нокаут. Нокаутировали. Наверное, у меня последний буквально вопрос сталфик по ангуляру. Это, по твоему мнению, человек, который с ангуляром работает, какие улучшения ожидать в ближайшее время от ангуляра и вообще какое будущее у этого фреймворка? Светлое, не светлое? Ну, как я себе вижу, как ты спутришь roadmap, то, ну, должно быть все довольно-таки хорошо, потому что ожидается, что он наберет еще больше в производительности. он и так, кстати, очень неплохо неспоя на то, что его ругают, что у него там медленный рантайм, ничего подобного, у него не очень-то и медленный рантайм. По-моему, он даже до сигнала обходил React, насколько я помню, но я боюсь дезинформацию пустить, это нужно проверить, но вроде бы как так было. Он упрощается, но опять же, тут, как я сказал, палка в двух концах, то есть где-то упростили где-то, кому-то усложнили жизнь, но в целом он идет к тому, чтобы стать проще, стать быстрее и стать более понятным для новых людей, которые хотят взять Angular на оборужение. Вот. Его несомненный плюс в том, что, по моему мнению, что он идет как фреймворк, он идет со всем, что тебе, в принципе, нужно, роутинг, формы, ну там, тот же Core и так далее, у него очень мощный CLI, это, ну, пофолдинг, да-да-да, которого вообще даже приблизительно нет ни у кого, ни у Vue, ни у React, и он очень сильно упрощает жизнь в плане, вот, например, можно генерировать компоненты, и это отчасти решает проблему вот этого избыточности кода, то есть... Не надо руками писать, не надо руками, да, ты просто написал, да, там можно это все настроить в AngularJSON конфиге, вот, в схематике и сказать, что вот все компоненты, которые создаются, у них там должна быть Change Detection Strategy on Push, SCSS Pre-Processor, например, и так далее, там можно его настроить так, что потом тебе очень просто там ng generate component и погнали, вот, поэтому, мне кажется, у Angular должно быть очень яркое будущее, главное вот пересечас, скажем так, пережить вот этот небольшой момент такой некой турбулентности, когда мы переезжаем вот на сигналы, и пока это все полностью адаптируется, но классно то, что это не breaking change, они работают реально очень тяжело над тем, чтобы миграция была как можно легче. Рандом, потому что не вошло в канву, но о чем хочется поговорить. Ты же у нас курсы делаешь? Да. Что самое интересное, и, наверное, тебе за это спасибо, за все сегодняшнее интервью, ты про курсы-то ни разу не упомянул, и даже когда я спросил, как учиться лучше, ты про документацию вспомнил в первую очередь. Ну да. Отсюда у меня... Мы же говорим о Angular, а не о моих курсах. Сейчас хочется немножко про курсы. Как относиться к человеку, который делает курсы по Angular и говорит, учись Angular по документации? Человек, который нас сейчас послушает, он посмотрит, так ты же сам сказал, по документации учиться. Зачем мне нужно курсы в таком случае? Ну, курсы — это более узконаправленная вещь. Это, во-первых, то есть там ты уже... Ну, по крайней мере, то, что я делаю, это не повторение документации в видеоформате. Это больше для уже опытных разработчиков, которые вот там хотят разобраться в каком-то из компонентов фреймворка более детально, например, в Angular формах. То есть для твоих курсов надо уже знать базу? Да, да, да. У меня это... Не для новичков, да. Для новичков это там другие курсы, там на Udemy есть популярные, вот. И у меня чуть другой концепт. Хорошо. А в этой концепции тогда ты как человек, который и курсы делает, и с нуляром работает. Ты бы базу посоветовал все-таки идти через документацию, учить людям, либо при каких-то условиях все-таки искать курсы на новичков? Это очень сильно зависит от типа личности, и как ты вообще... Ну вот... Кто-то учится хорошо по документации. Я, когда начинал, я не мог это... Для меня видеоформат наиболее простой был в мое время, когда я начинал. Потому что, ну, я такой тип личности. Я намного лучше понимаю, когда я вижу и когда есть, ну, и видео сопровождение, и аудио. То есть для меня это проще. Документация для меня... Я не могу спросить документацию, она не может как-то объяснить. Не знаю. И вообще текстовый формат, вот книги, например, по программированию, я их практически не читаю, потому что я... Ну, мне сложно понимать информацию таким... таким весом, таким подходом. Вот. Поэтому, ну, зависит от человека. Кто-то под документацией... Вот сейчас я под документацией могу учиться. У меня как-то, ну, с опытом пришло. Но раньше только видео... В основном это видео какие-то были курсы. У тебя курсы нишевые, они по конкретной сфере в ангуляре сделаны. То есть для таких ребят, которые уже умеют. Да. Но ведь делать для новичков кратно больше. Да. Делать курсы для новичков по документации это продавать золотую лопату сейчас. Ну, возможно... Почему рука не дернулась еще? Не знаю, мне интересно на самом деле разбираться в вот этих всех внутренностях фреймворка. И мне просто это самому интересно. И я пытаюсь делать то, что, собственно, мне и интересно. Ну, и просто был запрос на подобного рода контент, потому что, ну, для новичков было уже материал, было на что посмотреть, но оставался такой, скажем так, ну, прослойка, которая не... Оставались места, которые недостаточно были, ну, хорошо, скажем так, закрыты, да, закрыты, и поэтому я попытался в эту нишу клинится. Но сейчас я все равно иду больше как к упрощению, и, может, ну, как бы, ты же не можешь постоянно оставаться в этой узенькой нише, потому что, ну, до уровня сеньора, там, или медлов не все тоже, ну, доходят, а каналу нужно как-то расти и, ну, расширять свою нишу. Поэтому, ну, возможно, в будущем будет больше еще контента ориентированное и на новичков, но в целом пока что моя, как бы, цель моего канала это как раз мидлы, вот, мидл-девелоперы, которые уже есть какой-то опыт, но они хотят больше, они хотят туда более, более узнать фреймворк, более подробно. Слушай, сегодня, кстати, уже не первый раз, когда мы, когда я затрагиваю тему курсов твоих либо канала, то кажется, будто бы для тебя канал и курс это одно и то же. то есть вот мы сейчас говорили про курсы, а ты очень плавно перешел в то, что у тебя вот цели канала, там, мидлов растите выше. Ты у себя не разделяешь аудиторию, которая потребляет твои курсы, аудиторию, которая потребляет твой контент бесплатный на Ютубе, на канале Decoded Content. Ну, это обычно та же самая аудитория, потому что мои курсы приходят через мой канал, это как такая замкнутая система. То есть для тебя это одна деятельность, одно поле деятельности по факту. Да, да. Это просто Ютуб-канал, это часть вот этого пайплайна. А что больше нравится на Ютуб-видосы делать для курсов? Знаешь, по-разному. наверное, это даже не знаю, одинаково в принципе. Одинаково, сложно, что то, что то. Курсы чуть проще. Курсы проще? В плане того, что формат подразумевает просто текст и запись экрана без видео моей физиономии. А в Ютуб я выкладываю вот как раз в таком формате, что там видно меня. И проще записывать, когда ты просто запись экрана плюс голос. Тогда ты можешь позволить себе тупить чуть больше. Вот. И это все проще редактировать. А когда ты еще себя записываешь, это сложнее. Так тут тебе скажут, зачем тебе вообще тогда канал на Ютубе делай просто то, что проще и то, что еще денежку получаешь, делай только курсы. Мне просто важно, чтобы мне тоже как-то... У меня есть свой фильтр, через который я пропускаю весь... Все то, что я выкладываю публично. А как тут... Так, фильтр, фильтр, фильтр. Ну, мои критерии личные, по которым... которые я вот... Я сделал что-то, я смотрю, и я часто достаточно отбраковываю. Просто мне не понравилось, как я подал материал, я просто это не выкладываю и перезаписываю. Вот. И это, конечно, напрягает. Но мне просто выложить какую-то там откровенно какую-то фигню, так записать и просто выложить, я так просто не могу. Ну, блин, у меня целый канал так построен. Слушай, а как ты находишь грань между тем, что выкладывать на YouTube, а что выкладывать на курсы? Ну, то есть, понимаешь, да, то есть можно просто все выкладывать на канал и там всеми знаниями там делиться, а можно на канал выкладывать только какой-нибудь маркетинговый буш, щит, затравочки, а все скрывать там под коробкой курсов. Это вот две крайних ситуации. Как ты, чем баланс между этим? Можно, поэтому я, наверное, как бизнесмен не очень. Вот. Смотри, ну, вот в курсах я покрываю конкретную какую-то тему, которую нельзя покрыть детально одним каким-то видео в YouTube. можно же делать 5 часов ангуляр-сигнал за 5 часов полный курс. Можно. Выкладываешь и все. Это занимает слишком много времени, в моем конкретно для меня лично это занимает очень много времени и ну, просто на YouTube закинуть, ну, не знаю, вдруг там посмотрят всего тысяча подписчиков будет, ну, как-то. Ну, вообще, в целом, я не знаю, это как-то происходит интуитивно, что ли, или, ну, захотелось мне такую тему раскрыть, там, поделиться со всеми, я это сделал. Захотелось как-то более углубиться, если я что-то придумал, какую-то тему, которую я вижу, что я могу ее комплексно как-то раскрыть, то тогда это превращается в курс, например, ангуляр-формы, они вот примерно так и построены, то есть там было прям, прям напрашивался курс, то есть ты то, что я хотел сделать, это не влезло бы в какой-то пятичасовой даже YouTube видео. Что ты чувствуешь, когда на торрентах курсы находишь свои? Ничего, для меня это как этот самый аудитория, которая на торрентах сидит, это аудитория, которая бесплатно это все потребляет, и они очень скажем так, прямой тебе фидбэк дают. То есть люди часто, кто покупает, ну то есть они, да, то есть там сразу понятно, курс говно или не говно, то есть в комментарии смотришь и все понятно. То есть люди так, ну когда ты просишь, например, не подпи, ну кто-то купил у тебя курс и ты обращаешься к ним, они часто, ну редко когда тебе дают прямой фидбэк, прям скажут, это было плохо, это плохо, это улучшить и так далее. А я знаю, что там есть, что улучшать, ну прям, ну я сам это иногда замечаю, но просто иногда взгляд со стороны тоже важен. Вот, ну люди часто говорят, нет, 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 все окей, все классно, все круто, не парься, нам все понравилось. А там тебе скажут как есть, и ты просто как бы видишь, что ну... Короче, торренты даже полезны получается. Ну отчасти да, то есть я делаю как бы, ну как он называется, watermark. Водзиная знак. Да, 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 и так или иначе я туда добавляю какие-то ссылки, которые так или иначе ведут на мой канал, человек просто приходит, по итогу как бы хотя бы становится подписчиком. Ну спокойно отношусь в целом. Хорошо. Дай какие-нибудь советы слушателям о том, как понять, что курс не скамгалимый. Такое сейчас тоненькое, но так как ты не делаешь популярные курсы, от тебя будет, я думаю, честно послушать мнение. Как не попасться на скам? Как, как фильтровать курсы, когда ты ищешь какой-то курс для себя? Есть ли у тебя какой-нибудь совет интересный? Да, не знаю, Может, их сейчас просто миллионы по JavaScript, особенно этих курсов? Может, как-то спрашивать комьюнити, Reddit, например, Reddit там тоже очень прямые чуваки, там всегда, когда тоже у меня один из каналов для валидации контента, то есть выкладываешь ссылку даже на YouTube-видео, и там тебе сразу скажут, что-то это буллщит, вот, и можно там поспрашивать людей, но в основном это как бы через комьюнити как-то спрашивать, я не знаю, прям рецепта как-то валидировать, как продраться через вот этот маркетинг, которым на лендинг-пейдж накидывают, и понять это годнота или нет, не знаю. Сложно. Сложно, это только нужно пробовать, и потом уже смотреть по щам. Все же предлагают обычно там 14 дней, и там гарантию, что... если я же у вас криптовзаработчик. Да-да-да-да, как у меня 150 долларов в день. Да-да-да. Хорошо, и последнее по курсам. Как делать курсы и не отрываться от сферы? Как у тебя это получается, когда ты не работаешь в продакшене и не отрываешься, тем не менее, от сферы? Знаешь, что твой курс актуален? Да, очень хороший, отличный вопрос. Это одна из вещей, которые я лично немножко боюсь, чтобы не превратиться в чувака, который учит тому, что уже на практике уже далеко не работает. Я пытаюсь все-таки оставаться так или иначе ближе к реальному коду, как минимум open source. иногда я делаю контрибьютинг в библиотеке, там популярные не то, что часто, но бывает. И иногда я, хоть я и не люблю формат консультаций, но я их беру иногда, иногда провожу, чтобы быть ближе к продакшен коду. А почему ты не любишь консультации? Я не люблю консультации, потому что они требуют от тебя очень быстро разобраться в проекте, который уже в катастрофическом положении, потому что никто к тебе не приходит и говорят, слушай, у нас тут такой классный проект, мы так всю архитектуру выстроили, все так классно, просто, да, посмотри, посмотри, скажи, что мы молодцы, да, то есть с такими не приходят. Приходят уже, когда уже они не могут разобраться, как это все пофиксить, они приходят к тебе и в основном ждут, что ты там за 5-10 часов разберешься во всем этом трэше и сделаешь все красиво, как нужно. Поэтому я не тот тип личности, который вот может быстро все так вот раскидать, разобраться со всем, есть такие люди, я встречал, это крутые чуваки, молодцы, но я так не могу, мне очень нужно долго посидеть, мне нужно разобраться, это уходит куча времени, и поэтому этот формат для меня не сильно. То есть у меня есть клиенты, с которыми мы общий язык можем найти, которые понимают то, как я работаю, я понимаю их подход тоже, и да, то есть тут я пытаюсь, но в целом я не строю свой, назовем это бизнес, вокруг консультации. как ты поднимал английский после Дубаев? Вот мы закончили в начале выпуска на Дубае, тем, что ты там начал за полгода получается, поднял его, чтобы устроиться на работу, сегодня ты имеешь 50 тысяч подписчиков на англоязычном канале, у тебя там хороший английский, он понятный, он хороший, мне нравится, и 50 тысячам людей еще нравится, что ты делал между этими двумя событиями сегодня и Дубаями, чтобы поднять свой уровень до спикерского на канале? Я перешел полностью, перевел все свои рабочие процессы на английский язык. Через боль, скажем так, но я заставил себя писать всю документацию, все там заметки, которые я пишу, я начал это делать на английском языке, значит, перед записью я рассказывал, что я выучил слепую печать на английской раскладке, это мне очень долго давалось, прям тоже через боль продирался через это и потом подумал, нет, под русскую раскладку я не хочу это сейчас переучивать, поэтому мне проще было переключиться полностью на английский язык, то есть я писал, я не всегда все слова знаю, то есть я пишу то, что знаю на английском, потом латиница и там русский, да-да-да-да-да, вот, а потом я просто это слово находил в словаре и как-то пытался запомнить, что-то запоминал, что-то нет, но в течение нескольких лет вот это постепенно давало свои плоды, просто когда ты это делаешь постоянно, это начинает работать, вот, и канал, собственно, я начал тоже на английском языке с идеей, то, что это поможет мне по итогу как-то выговориться, научиться более ясно выражать свои мысли на языке, как оказалось выражение мыслей и язык это не всегда связан, то есть, если ты не умеешь выражать свои мысли, как я частенько, чем я частенько грешу, то ты, что на английском, что на родном языке ты, ну, будет примерно то же самое, поэтому я больше человек, который пишет, то есть, на ютубе ты можешь посмотреть, там вроде бы все хорошо, когда вот к лайбу приходим, там начинается у меня проблемка. Уполни себя на уровне. Ну, посмотрим в комментариях. Вот. И так, вот, в течение сколько, получается, 8 лет я в таком режиме, получается, работаю и, ну, вот там, там, где сейчас есть, ну, опять же, он не идеальный далеко, то есть, если какой-то нативный носитель языка послушает, он такой, а где артикли или еще что-то, ну, то есть, А то, что ты с камерой разговариваешь, потом себе монтируешь, это помогает развивать наслушанность, там, самого себя, как ты справляешь от видео к видео? Чтобы, ты имеешь в виду, что, чтобы тебя перестало подташнивать от своего голоса, да, это со временем помогает. Это произношение. Ты привыкаешь к этому постепенно. А, то есть, ты не улучшаешься, ты просто привыкаешь. Ну, да, потому что, я имею в виду, что первое время, бесило то, как я выгляжу, вообще все бесило. То есть, тебе твой личный, собственный голос кажется, ну, таким стремным, противным, и ты думаешь, блин, а как же для других это вообще еще хуже, наверное. Хотя, на самом деле, наоборот, то есть, когда человек тебя слушает, он такой, типа, а что, ну, нормальный там голос, а ты прям, прям страдаешь. Но со временем привыкаешь, и как-то уже оно, не знаю, отпадает. Ты не обращаешь просто на это внимание. Слушай, попал ли ты, не успел ли, а попал ли ты под каток ИИ-инструментария, который сейчас просто идет на всех? По разработке, ты имеешь в виду, или по созданию контента? Скорее, по разработке. По разработке. Ну, не совсем. То есть, я использую AI, так или иначе, для каких-то, ну, примитивных вещей, там, какой-то, дату какую-то сгенерировать, которую там для тестов или еще для чего-то. Ну, то есть, такое, как помощник, да, но я не использую его как основной какой-то инструмент. Там, для того, чтобы погуглить, например, или агрегировать какую-то информацию, то есть, там, кинуть ссылку и сказать, вот, мне главную идею отсюда, пожалуйста, достань. Ну, в зависимости от GitHub, автокомплита у тебя нету, скажем. Есть, есть у меня Copilot, но он, скажем так, он ведет себя иногда странненько, то есть, такое ощущение, что он, ну, он точно не понимает, что он выдает, то есть, ты можешь когда написать с ошибкой что-то, что-то вообще не то, потом такой, ой, что-то я туплю, я удаляю это, потом я начинаю писать, там, через какое-то время тот же код в другом месте, и он мне вот этот ошибочный код начинает выдавать, то есть, он не понял, что я сделал дичь, и такой, типа, а, ну, нормально, в следующий раз я ему выкину это, и потом, да, то есть, иногда помогает, иногда он попадает прям четко, точно и прям классно. А если посмотреть шире, если посмотреть на все твои сферы в жизни, есть ли какие-то у тебя уже паттерны с использованием яичных инструментов, без которых ты бы уже не смог представить? Ну, такого пока нету. Я пытался это все адаптировать, но, честно говоря, пока, иногда бывает полезно, чтобы он каким-то человеческим, более понятным языком разобрал мне какую-то функцию, которая там, ну, просто непонятно ничего. Бывает такой код, даже в продакшене ты заходишь, и такое, там огромное полотно кода, и ты такой, без понятия вообще... У вас там в TypeScript все почти везет. Да-да-да. Ну, кстати, да, разобрать тип, что этот тип делает, вообще объясни мне. То есть, для этого может, да, полезно, но это такие точечные моменты, то есть, чтобы на поток у меня какой-то процесс был поставлен на ИИ, я до сих пор, у меня так и не получилось. Я пытался под контент это как-то подстроить и адаптировать его, как-то встроить это в процесс создания контента, но у меня что-то ничего не получилось. То есть, он постоянно мне выдавал не совсем то, что я бы хотел видеть, и поэтому мне быстрее, проще написать. А вообще ты как относишься к ИИ? То есть, ты больше энтузиаст, или ты не обращаешь внимания, или наоборот, думер такой, типа, нафиг мне это надо? Я присматриваюсь. Я наблюдаю, присматриваюсь и смотрю, как можно, ну, какие, как это можно адаптировать в свои процессы, но пока что, как я говорю, я не нашел особых способов, но я его почему-то не разделяю страха перед ИИ. Ты говоришь, ой, ну, я не говорю о том, что он там захватит мир или еще что-то, я о том, что он как-то отберет или работу, например, или еще что-то. Я, честно говоря, может просто у меня знаний не хватает, чтобы адекватно на это все посмотреть, потому что все-таки не очень у меня поверхностные знания об этой теме. Но мне почему-то кажется, что он как инструмент, он станет, да, изменит то, как мы пишем код и как мы разрабатываем, да, но он не заменит программистов. Я вот, я не верю в это. Окей. Почему-то. Поговорим через пять лет. Поговорим, да. Но я напоминаю, что этот ролик сделан при поддержке клуба «Эволюция кода», клуба, в котором я делаю кучу полезного образовательного обучающего контента со своим участием, с участием других ребят, экспертов, который направлен на повышение продуктивности за счет использования я-инструментов в программировании. Поэтому, если вы все еще плаваете в разработке с искусственным интеллектом в качестве помощника, если вы не знаете, как это делается, но хотите узнать, если вас пушат в эту сторону, но вам не нравится, как вас пушат, и вы хотите посмотреть, как происходит эта работа у других людей, которые радуются взаимодействию с AI в качестве программистов, ассистентов, то жду вас в «Эволюции кода». Ссылка будет в описании. 8 баксов в месяц, буквально пол вашего обеда, а пользы получите неимоверное количество. Ну, а не получите, то просто отпишитесь. В общем, жду вас в «Эволюции кода». Ссылочка в описании. Приятного просмотра ролика. Финальные вопросики. Если бы в мире не было электричества, кем бы ты был? Да, наверное, что-то вот связанное там театры, вот эта вся штука, куда я, собственно, и хотел. Все-таки тянет еще туда, да? Ну, я так или иначе пришел в YouTube, что связано с видео, с записью себя. То есть, возможно, это, как ты знаешь, вот на подкорках там подсознание жило, и вот в такой форме это все трансформировалось. Не прямо, как хотелось там, условно говоря, в кино сниматься. Ты снимаешься на своем YouTube-канале. Вот, наверное, этим бы я и занимался, чем-то связанным, возможно, с творчеством. Наверное, скорее всего. Расскажи, каким Луганск до 14-го года был. Я объясню, почему вопрос этого из них. У меня там мой друг жил, он из Донецка, недалеко от Настя. И он когда-то ко мне в Котовицу приезжал, когда я в Польше в Котовице жил, и он такой, вау, как это похоже на Донецк. Я такой, в смысле на Донецк, если это, ну, а там европейская архитектура такая старая. Он говорит, так города, побратимы, типа, строили одни и те же строители после Второй мировой войны, и как бы архитектура похожа на ту, которая там была вот до начала войны. Поэтому мне интересно послушать, каким ты запомнил Луганск. Я там уже не был очень много лет, поэтому в памяти осталось в основном, ну, как она обычно бывает, самое позитивное. То есть я помню Луганск как небольшим городом, да, немножко там пошарпанный, но там было прикольно. Там были, много моих друзей, товарищей, с которыми тут прикольно мы там, в общем, тоже и свои какие-то, типа, проекты пилили тоже. Постоянно какие-то что-то мы пилили. Вот. И было хорошо, мирно, спокойно, классно. Вот если ты к тому, что надо было ли меня там спасать, не надо было. Я скорее про то, если бы если бы Луганск на сегодня остался таким же городом, как тогда в твоей памяти, если бы ничего этого не произошло, то велика вероятность того, что ты бы там остался развиваться и жить. Лично я скорее нет. Ну почему? Потому что все-таки, когда я жил в Луганске, у меня в какое-то время начинала проскакивать мысль, что неплохо было бы повидать, что там еще есть за Луганском и Харьковом. Потому что я очень долгое время я дальше в Киев выезжал, чисто просто на день-два и вернуться. Вот эти мысли посещали, но не было такого триггера. Триггером была моя жена, за что большое спасибо. Вот она стала триггером, который потянул меня туда уже дальше. И я думаю, что все равно я бы оттуда рано или поздно уехал. Вот. Хотя кто знает, как бы это все сложилось. Это так гипотетически, но мне почему-то кажется, что я бы рано или поздно попробовал что-то еще. По поводу спасать и твоего четкого ответа нет. Почему так? Ну, а чего? Ну, я уверен, что те, кто нас будут смотреть, там будут люди, которые такие, ну, как это, там, за житочный такой регион был, там, пришли эти из Киева, начали все отжимать, вот, от этих надо было спасать, вы же там все это, мы же там все одни одной крови и бла-бла-бла, вот вся вот эта вот херня. Не знаю, у меня ничего не отжимали, и у моих знакомых ничего не отжимали, и я отталкиваюсь от этого. Ты себя чувствовал украинцем абсолютно? Ну, да, ну, то есть, тогда в это время даже не было какого-то разделения, то есть, мы этим вопросом даже не задавались. А знаешь же, есть такое, что, например, на уровне, там, ровесников таких вопросов нет, ну, типа, мы живем в Украине, там, в Беларуси, еще где-то, потому что на уровне, условно, там, родителей, у них там немножко свистит фляга по какому-нибудь Советскому Союзу, вот тогда было хорошо. Что самое важное в жизни? Не знаю, обрести, ну, скажем так, какой-то смысл найти себя, заниматься тем, что ты любишь, и желательно, чтобы это еще было полезно другим. Ты еще в поисках или уже нашел? На данный момент, я думаю, я близок к тому, что нашел, то есть я, мне правда нравится то, что я делаю, я очень, меня мотивирует, и прям кайфуешь, когда тебе пишут там в комментариях, что это помогло кому-то, да, там, кому в чем, кому-то иногда даже, там, к интервью подготовиться, кому-то еще что-то, и это очень сильно мотивирует, это пока ты, ну, как бы, это не прочувствуешь сам, это, возможно, звучит просто как какой-то тупой пафос, да, если что, скорее всего, так поначалу и звучало, но это действительно так, то есть, вот эта обратная связь, это прям прикольно, и понимая того, что, ну, ты нашел вот этот баланс между тебя нравится и полезностью, это очень такая крутая, крутое ощущение, крутое ощущение от осознания этого. Спасибо. Спасибо тебе большое. Вам всем спасибо, что послушали, подписывайтесь на канал Димы обязательно, и на это, если этого еще не сделали, увидимся в следующих выпусках на YouTube. Да, спасибо большое, надеюсь, было интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok